В определенный период истории так уж получилось, что Франция стала колониальной империей. Первую империю от начала и до конца я уже разобрал. Нынче будем молвить об второй. Ну, в общем, значится, в период своего апогея, который пришелся на 1920-30-е годы, французская вторая колониальная империя охватывала пространство площадью около 12 миллионов километров квадратных, с населением более 66 миллионов человек, уступая по площади и населенности только британской колониальной империи. Французские владения находились во всех частях света. В Африке, Северной, Западной и Центральной, в Азии, Индокитае, в Океане, там Таити, Маркизские острова в Полинезии, Новая Каледония, новые гибриды и прочие бесполезные херня. В Америке там еще Антильские острова и Гвиана. Режим Реставрацию наследовал от старого порядка лишь жалкие останки былого величия. Острова Мартинику и Гваделупу, Гвиану, архипелаг Сен-Пьер и Микелон, вот здесь вот эта вот мелкая штука под Ньюфаундлендом, выгода здесь только состоит в том, что там рыбы много вокруг водится, остров Бурбон, он же Реюнион, прибрежные фактории в Сенегале, Сен-Луи, остров Гаре, Рюфиск, и пять факторий в Индии, Пандишари, Янаон, Чендерногор, Карикал и Маэ. Республика Гейти, бывшая колония Сен-Доминго, название, если ее переводить, то будет примерно Дагестан, если что, об этом говорилось в прошлой истории, начав переговоры о признании своей независимости, получила удовлетворение в 1825 году против выплаты компенсации в 150 миллионов золотых франков. Предложение странноватое, но, короче, независимость им дали, а денег не дали, потому что, а зачем вам? Торговый флот Франции, водоизмещением 729 тысяч тонн в 1787 году, второй после английского, насчитывал не более 435 тысяч тонн в 1816 году. Континентальная блокада подтолкнула метрополию к развитию индустрии сахарной свеклы, способствовала снижению интереса к поставкам тростникового сахара из колоний. Реставрация не имела ни достаточных средств, ни желания возобновлять дорогостоящие заморские предприятия. Но все-таки какие-то подвижки были. Остров Святой Марии вблизи северо-восточных берегов Мадагаскара, который с 18 века заселялся выходцами из Франции, неофициально. К 1820-22 годам стал французской колонией уже официально. Отдав распоряжение в мае 1830 года о снаряжении экспедиции с целью завоевания города Алжир, король Карл X Людовикович, не преследовал далеко идущих целей колониальной экспансии. Его намерением было наказать дея алжирского регенства за оскорбление, нанесенное консулу Франции в 1827 году. А еще за такую мелочь, как разрушение французских факторий Локаль и Бонн на Средиземноморском побережье. Об этих колониях я в прошлой истории не говорил, потому что там вообще нечего говорить. Но купили территорию, начали торговать. Все, вот и вся история этих двух форпостов. А еще экспедиция попутно задавалась целью таких пиздюлей дать пиратам, чтоб пиратить просто стало нечем. А еще отвлечь общественное мнение от внутренних проблем. 5 июля 1830 года генерал Луи-Агюст Виктор Бурмон, не Бурбон, Бурмон, вынудил дея капитуляции. Французы стали хозяевами города Алжир. А, кстати, хотите прикол? Есть же вот страна Алжир. Она называется по названию столицы, собственно, города Алжир. Алжир — это французское прочтение слов Аль-Джазира. Это по-арабски город так называется. В Алжире на арабском говорят, если что. И переводя с арабского, это крайне красивое слово. Аль-Джазира переводится как «остров». Нехиленький такой остров, если честно. Однако, расчеты на блестящий военный успех как средство усмирения либеральной оппозиции не оправдались. Не прошло и месяца, и июльская революция свергла Карла Людовикича. Попробуйте произнести Карла Людовикича больше двух раз, это охренеть сложно как. Новый режим планировал ограничиться возвращением алжирских концессий, прибрежных территорий, принадлежавших Франции с конца 17 века. Слишком велики были опасения вызвать неудовольствие Великобритании, единственного союзника июльской монархии, и так обеспокоенного усилением французского присутствия в Средиземном море. Один за другим пали прибрежные Аран в 1831 году, Бонн через год и Бужи еще через год. Желание консолидировать французское господство толкало губернаторов на авантюрные предприятия, и зона завоевания вскоре поползла на юг. К тому же общественность требовала энергичной внешней политики. Генерал Бертран Клазель сумел привлечь на сторону Франции целые племена. Абд-эль-Кадир ибн-Мухидин аль-Джазаири Эмир Маскары, собрав по своим руководствам в 1834 году арабские племена, оказывал яростное сопротивление на равнинах и в горах. В 37-м году пала крепость Константина. Перерываемая кратковременными перемириями, противоборство двух сторон было длительным, кровавым и разрушительным. В 39-м году Франко-Лжевский конфликт припылесосил соседний Марокко. За поражением маркандской армии при Исли последовал Танджерский договор 10 сентября 1844 года, который наконец-то определил алжирско-маркандскую границу. Тесня Эмир к пустыне, маршал Тамара Бербюжо овладел значительными территориями вплоть до Атласских гор. Товарищ Кадир сдался в плен в декабре 1847 года. Паровые суда, которыми пополнился французский флот в 1830-е и 40-е годы, сжигали много угля, очень много угля, что послужило точком для поиска позиций в различных уголках мира, которые могли бы служить складом для угля. Эта политика, получившая название доктрины опорных пунктов, была изложена министром иностранных дел Франсуа Гизо в 1842 году. Необходимость в морских станциях поводила французский флот к приобретению новых факторий на африканском побережье, многие из которых, кстати, в дальнейшем дали импульс к освоению центра континента. А как мы помним, в центре Африки особо никто не совался, потому что... А зачем? В 1936 году во французские владения отошел остров Карабан в устье реки Казаманс, к югу от синегальских факторий. На болотистом острове превосходно произрастал рис, и французской государстве обязалось выплачивать за него ежегодную ренту в 196 франков. В 1937 году Франция превратила участок земли по правому берегу Казаманса. Основанная там фактория Сидью стала ее главным торговым центром в Казамансе, собственно. Регион также и назвали. В 1942 году французские миссионеры, коммерсанты и солдаты регулярной армии занялись освоением берега Слоновой Кости, он же есть Кота-де-Иуар. Были восстановлены торговые фактории в Осине и Гран-Бассам, на юго-восточном побережье, недалеко от нынешнего Абиджана, с фортами Немур и Жуан-Виль. Найти адекватную карту и показать вам это будет крайне сложно, но я постараюсь. Несмотря на английскую конкуренцию и дававшую себе знать временами враждебность населения местного, французский протекторат был установлен к 1846 году, практически над всеми племенами Иуарского побережья. В 1839 году капитан Л.Э. Буэ Ви Юмес, я не нашел полного имени, возможно, Луи Эдуард, заключил с вождем Мпонгуэ договор о передаче во французской владении нескольких арпанов земли в устье реки Габон. Ну, вы знаете, эти меры длины такие, арпаны там, ну, версты фактически какие-то африканские, ну, короче, сколько-то вот земли немножечко передали им. И в итоге вот эта вот бухта, бухта Габон, стала базой для заправки судов топливом, положив начало французской колонизации в этом регионе, который получил название, никогда не догадаетесь какое, Габон, да, правильно. Остров Нусибе в Мозамбикском проливе вблизи северо-западных берегов Мадагаскара привлекательный, своими рейдами был занят французами в 41-м году. Тогда же какой-то султан Майоты, какой-то, везде написано какой-то, неясно, никто не вел перепись, там письменности даже не было на этой Майоте, с основной части Каморского хрипелага, кстати, хрипелага, да, движимый осознанием непрочности своей власти султан, подписал договор, по которому остров стал французским протекторатом. Франция приобрела в свое владение стратегически важный порт. Договор или даже договор был ратифицирован Луи Филиппом Луи Филипповичем в 1843 году, после чего состоялась церемония официального вступления во владение с поднятием триколорного флага. Острова Нуси-Бе и Сент-Мари вместе с Майотой составили колонию Майота и Нуси-Бе, а Сент-Мари, ну, слишком мелкий, поэтому в названии он и не присутствует. В конце 18 века французские мореплаватели вслед за англичанами и всеми, кем можно, начали колонизировать просто уже что можно и что нельзя, и в том числе в центральной части Тихого океана, ну, то бишь, в Полинезии. Некий Э. Мэршан посетил в 1791 году северные острова Маркистского архипелага, южная часть которого была открыта еще в 16 веке. Священники парижского монастыря Пикпюс назывался монастырь, и обосновались на них в 1838 году. Они приобрели некоторое влияние на аборигенов. Английская аннексия Новой Зеландии в 1840 году была воспринята французским правительством как вызов, ибо французы тоже хотели забрать себе эту самую Новую Зеландию. В мае 1842 года контр-адмирал Аристидю Петитуарь по поручению Луи Филиппа и его именем осуществил аннексию Маркистских островов. Ну, по сравнению с Войзеландией, конечно, ну так себе, ну хотя бы что-то. Но вулканические, как бы вот эти вот и труднодоступные острова казались малопригодными, мягко говоря, для организации на них морской базы. Ну да и хер с ними. Остров Таити подходил для этой цели намного больше. Луи-Антуан де Бугенвиль был первым французом, который 3 апреля 1768 года высадился на Таити. Спустя 10 месяцев после его открытия вот этим вот мужиком, это Сэмюэль Уоллес. Несмотря на репутацию гостеприимной и благословенной земли, Таити редко посещался французскими судами. Как-то не задалось у них сразу. Англичане же проявляли куда больше предприимчивости, сделав из Таити обязательную стоянку в ходе своих плаваний. И приобрели там большое влияние. Попытка католических миссионеров обосноваться на острове в 1836 году была неудачной. В 1942 году товарищ Туар вынудил королеву «Ой, бляха, Аймато Памаре IV Вахинео Пунатера Итуа» подписать договор о протекторате. Но едва он отплыл во Францию, королева послала нахер этот договор. Ей эту идею подсказал ее английский советник, некий Джордж Притчард. По возвращении в ноябре 1843 года Туар сверг по Маре просто и знал ее советника, дипломата Притчарда. Провозглашенная им аннексия острова была дезавуирована Лондоном и Парижем. И дело Притчарда накалило франко-британские отношения еще более. Дезавуировать это значит влиять о несогласии, то бишь не согласился с этим всем и Лондон, и Париж. Потому что, ну, зачем портить отношения из-за какого-то, ну, очень важного, конечно, острова, но давайте-ка без этого, пожалуйста. Ну, у нас и так тут война почти что началась, но не надо. А между тем, правительство Луи Филиппа Луи Филипповича подтвердило протекторат. Внезапно. То есть они не согласились, а потом согласились. Да. На Таити прибыли 4 военных корабля и 1000 французских солдатов под руководством комиссара Армана Жозефа Брюа, которому было доведено командование морскими базами в Океании. Океания — это вот этот вот регион. В 44-м на Таити разгорелся мятеж, подавленный через 4 года после ряда кровопролитных битв. В 47-м году в городе Попеэте, это есть столица вот этого вот всего, был подписан новый договор о протекторате, по которому Англия и Франция обоюдно признавали друг за другом сферы влияния в Новой Зеландии, с одной стороны, и на морских... и на вот этих вот моркистских островах вместе стоите, с другой стороны. В 43-м году священники и монахи общества Святой Марии под руководством Гиома Дуара, и епископа Амата подняли Триколор на острове Новая Каледония. Но, вняв протестом Лондона, Лей Филипп Лей Филиппович распорядился в 1846 году о репатриации флага. Вы помните, что такое репатриация из прошлой долгохистии, как я называю эту рубрику. Репатриация — это возвращение на Родину. Из французов лишь Луи-Антуан Бугенвиль посетил архипелаг Уолис и Футуна. Затерянный где-то вот здесь, вот в юго-западной части Тихого океана. Кому не похера. Ну, до того, как католические миссионеры общества Святой Марии высадились на них в 1937 году, предпринятые благожелательно местным правителем французские проповедники вызвали недовольство части островитян. Инцидент с убийством Пьера Луи-Марии Шанеля на острове Футуна в 1941 году побудил миссионеров обратиться к властям с просьбой о защите. В ноябре 1942 года Уолис и Футуна были объявлены свободными и независимыми под защитой Франции. Режим июльской монархии неоднократно прибегал к демонстрациям военной силы в Латинской Америке с целью защиты прав французских поданных. Ну или, что более чаще случалось, просто торговых интересов. В 1938 эскадра в составе 23 судов под командованием адмирала Шарля Бодена открыла пушечный огонь по крепости Сан-Хуан-де-Луа, защищавший поступы к порту Веракрус на восточном побережье Мексики. Похожий конфликт дважды противопоставил Францию диктатору Аргентинской конфедерации, что был Хуан-Муэль-Хосе-Доминго-Ортис-Жеросос и Лопес-де-Ассорнио в 38-40-х годах и 45-48-х годах, когда Буэнос-Айрес подвергся блокаде французского флота. Вторая республика 48-52-х годов сумела сохранить имевшееся владение и установить новые зоны влияния в Африке. И что нам интересно установить с нехилым размахом. Неясны были ли нападения каких-то вот злых местных в Южном Сенегале, но, короче, французы в 51-м году значительно продвинулись в устье реки Казаманс, в ходе которой был учрежден суверенитет Франции над островом Карабан и близлежащими селениями. В 51-м году Франция заключила договор о дружбе с каким-то королем Дагомеи. Дагомея — это современный Бенин. Опять-таки, неизвестен этот король. Ну вот вам вот такая вот пускай картинка будет. Ну, король типа да, король. Обладавшая и ранее участками прибрежной полосы Форт Уида, Франция получила возможность вести торговлю на зависимые от Дагомеи территории и возить туда католических миссионеров. Президент, а потом и император Наполеон Третий, Шарль Луи Наполеон Бонапарт, не имел сколь-нибудь продуманной программы колониальной экспансии, рассматривая тем не менее колонии как верное средство повышения престижа страны и правящей династии. Короче, этот парень просто не знал, чё и как и где делать, поэтому он тупо действовал наугад. Стратегия очень одобряемая мной. А по-другому неинтересно, поэтому какой смысл? При Второй Империи под давлением промышленных и торговых кругов и овалов колониальная экспансия интенсифицировалась. Военный флот, лучший, кстати, каким Франция обладала со времен товарища Кольбера, был создан за 15 лет. В 1868 году 300 судов, канонерские лодки, базы мобильного огня, так называемые, проникали вглубь территории по речным путям, будь то в Сенегале или в Кихенхине какой-нибудь. Это вот здесь, это Вьетнам. Недаром, кстати, колониальную политику Второй Империи именуют политикой канонерок. Или канонерок, неважно. Сослуга большей части колониальных прообретений, реализованных при Второй Империи, принадлежала личным инициативам губернаторов на местах. Ну, то есть вы уже понимаете облик Наполеона, да? То есть он просто не просекал ситуацию, как действовать, и поэтому сказал «Ай, хер с вами, ебитесь с этим всем сами в жопу вас всех». Вот так примерно выглядела его политика. К началу Второй Империи Франция имела под своим контролем большую часть Алжира, кроме большой кобилии, населенной берберами. Амазигами, если что, берберы, блять, варвары, ну, кто так может называть народы? А еще азисов там на юге каких-нибудь, ну, неважно. В 50-е годы войска под руководством некого генерала С. Рандона, Рандон, да, случайный, в буквальном смысле случайный генерал, овладели азисами Лагуа и Тугурт. В Лагуа войска прибегли к резне населения полной. Ну, французы, чё, цивилизованная нация, да? В результате ряда военных операций Франция завершила завоевание кобилии в 57-м году. Пограничные с морокой территории в районе Ужда, многократный источник смут, были подчинены в 70-м году. К концу Второй Империи под властью Франции находилась вся территория Алжира, до северного края Сахары. Песчаное море Сахара с древнейших пор привлекало европейцев, особенно в те времена, когда она была зеленой и была похожа на нынешнюю долину Амазонки. И нет, это было не 2000... Как это там рисуется? Не 20 тысяч лет назад, а, блин, в 16-17 веках это было. Пустыня Сахара стала только, ну, в 19-м или, возможно, в 18-м веке. Ну, короче, давайте говорить про официальную всё-таки историю, а не реальную. Ну, правительство втор... вот этого вот всего так и не решилось предпринять поход на туарегов, кочевников в синих плащах. Потому что... а как ты будешь их в пустыне-то отлавливать? Они ж кочевники! Алё, в чём тут... какая логика-то может вообще быть в нападении на них? Зачем? Лишь отдельные первопроходцы, такие как Анри Дюверье, автор книги Туареги Севера, в 64-м году отважился углубиться в, скорее всего, уже пустыню Сахару. Агюст Леопольд Проте, губернатор Сенегала, между 50-ми и 54-ми годами способствовал дальнейшему освоению региона, укрепил форт Подор на реке Сенегал и очистил её окрестности, победив воинственное племя Тукулер. Его преемник Луилион Сизар Фидерп создал из разбросанных по побережью факторий целостную колонию. Торговля арахисом предполагала расширение территории, на которых можно было заняться его, собственно, выращиванием. Имея в своём распоряжении достаточно скромные воинские контингенты, товарищ Фидерп приступил к завоеванию внутренних районов Сенегала, оккупировав в 55-м году территорию премии Уоллов. И тут внезапно мавры с севера осадили Сен-Луи, но потерпели поражение в 58-м году. Отказались от взимания пошлин и обязались не совершать боли набегов к югу от реки Сенегал. Ну, в общем, зря бы канули. В 55-м году у французов объявился могущественный враг Эль-Хадж Амар, он же Амар Саид Таль, объявив всем, что он пророк, создал мусульманскую державу от Тамбукту до Сенегала. А вот сейчас прикол буквально. Форт, построенный по испоряжению Федерба в верхнем течении Сенегала, не иначе как по приколу названный Медина, был осажден в 57-м году войском Эль-Хадж Амара, составленным из племенитокулеров, пелей, бомбаров и других. Ну, то есть, вы понимаете, да, Медина. Логика здесь, наверное, была такая, что мусульманин, наверное, не пойдет на город, названный в честь одного из священных городов его религии. Но, как видим, не совсем это получилось у товарища Федерба. Прибывшая на борту канонерки подкреплением решила дело в пользу французов. Потерпев еще ряд поражений в 60-м году, Эль-Хадж Амар признал французское владычество по реке Сенегал, отступив в Судан. Только тот Судан, что есть современные Мали, они, если что, Суданом Сахель называли. А Сахель это вот это вот, а Судан ныне это вот это вот. Не путайте. Между 57-м и 59-ми годами Федерб заключил договоры о протекторате над областями по левому берегу Сенегала, обеспечением которых служили взятые в заложники дети племенных вождей. У Зеленого мыса, самой западной конечности Африки, в 57-м году был основан город Дакар, который со временем стал крупным портом и столицей Сенегала. Французская экспансия вот почему-то, по какой-то причине, встречала отпор со стороны местного населения. Вот давайте-ка поразмыслим почему. Нет, не надо. Контроль над обширной территорией Кайор между Сен-Луи и Дакаром удалось установить только в 69-м году, после того, как предводитель кайорских войск, Ладер Нгоне Латир Дьёб, сложил оружие. В Казамансе на юго-западе Сенегала воинственные этносы Мандинга и Дюэла. Недовольные навязанными ими договорами совершали грабежи рисовых плантаций. Для их усмирения потребовалось вооруженное вмешательство Сенегальских войск в 60-м году. Сенегал стал первой западноафриканской колонии Франции в полном смысле этого слова. Французский контроль был обеспечен по побережью между реками Сенегал и Салум, во внутренних областях по левому берегу Сенегала и по течению реки от форта Сен-Луи до Медины. Меж тем, губернаторам Сенегала не удалось осуществить его территориального единства. Английская колония Гамбия вот так вот ненавязчиво вклинивалась меж северной его частью и расположенной южнее областью Казаманс. А составленный Федербан проект передачи во французское владение Гамбии в обмен на Габон был грубо послан красивым флагом некрасивой державы. Разведывательные экспедиции с риском для жизни их участников проникали вглубь Черного континента. В 60-м году лейтенант Пьер Паскаль достиг бамбука, регион на границе Смоли. Лейтенант Юрфен Франсуа Ламбер Футаджалон. Какие интересные фамилии. Паскаль, Ламбер. Офицер флота, некий Маж и некий доктор по фамилии Кентен достигли в 66-м году затерянного на крайнем востоке Сенегала селения Сигу. В 60-е французские войска вытеснили с побережья Гвинеи последних португальцев, ослабленных британской оккупацией Гвинеи Бисао. Че-то они там не поделили. Тогда же было начато строительство укреплений. Заключены договоры о ненападении с вождями племен. Король Дагомии, какой-то опять-таки король Дагомии, договором 68-го года уступил Франции порт Катону на Бенинском побережье. Сфера французского влияния в Габоне расширилась посредством договора о защите и покровительстве с вождями прибрежных племен. В 62-м году французы овладели нижним течением реки Агаве и мысом Лопес. Имеются сведения о том, что договоренность о приобретении одной квадратной мили стоила Франции две бочки разведенной водки, восемь кусков ткани какой-то и сорок связок... сорок, да, ага, четыреста связок табака. Нормальная такая цена за одну квадратную милю, да? В 62-м году Франция впервые заняла позиции в Восточной Африке в районе Африканского Рога на побережье нынешнего государствия Джибутии. Населенная этносами Афар и Исса, территория эта находилась под властью арабских султанов. Комиссия, прибывшая на побережье залива Таджура для расследования обстоятельств убийства консульского агента Франции Ламбера, нашла султана, расположенному ступить Франции часть побережья в местечке Абок. Да, нормальная такая ситуация, да? Убили консульного агента Франции для того, чтобы привлечь кое-кого побольше, чтобы заключить с ним договор. Но султан это да, ну, наверное, понятно, почему неизвестен его ни имя, ничего, ни кто это вообще такой был. Эдуард Тувенель, это не султан, подписался миссарами султана этого самого договора о мире и вечной дружбе. 11 марта 1962 года, по которому Франция приобрела порты, рейд и якорную стоянку Абок с равниной. Приобретение Абока прибережной зоны в 400 км2 обошлось Франции в 52 тысячи франков. Ну хоть деньгами заплатили. Работы по прорытию советского перешейка делали желательным устройство угольных складов на выходе в Красное море, и Абок мог удовлетворить эту потребность. В 68 году Франция вступила во владение небольшой территорией на азиатском побережье Красного моря Шейх Саид посредством сделки торгового дома Раба Базен из Марселя с местным шейхом. Эта пустынная территория в 160 квадратных километров служила угольным складом во время войны с Пруссией в 1870 году из-за закрытия порта Аден для кораблей воюющих сторон. К середине 19 века Франция не располагала зависимыми территориями в Юго-Восточной Азии, где было ощутимо присутствие Англии, Голландии, Португалии. По итогам Первой опиумной войны, Нанкинский договор 1842 года, Великобритания получила в свое владение остров Гонконг. Китайские порты открылись для английской торговли. Воспользовавшись ослаблением империи Цин, вследствие поражения и внутренних смут, а именно восстание тайпинов, Франция навязала Китаю неравноправный Хуанпунский договор 24 октября 1944 года, получив равные с Великобританией и внезапно США права и привилегии, а еще режим благоприятствования для католических миссионеров. В 1956 году началась Вторая опиумная война, в которой приняла участие Франция. Порт Гуаньчжоу, он же по-французски Кантон. Подвергся в 1957 году бомбардировке объединенными военно-морскими силами Англии и Франции, к которым присоединились американские корабли. После взятия Гуаньчжоу, или уже Кантона, военные операции возобновились в 1960 году, на Ляудунском полуострове и в Северном Китае. Англо-французские войска вошли в Пекин 13 октября 1960 года. 13 октября летний дворец подвергся разграблению и был сожжен. По условиям Пекинского договора 25 октября 1960 года, Ценское правительство обязалось выплатить контрибуцию, открыть порт Тяньцзэнь для иностранной торговли, разрешить использование китайцев в качестве рабочей силы в английских и французских колониях. Но война не принесла Франции территориального превращения в Китае. По просьбе пекинского двора, французские моряки приняли участие в подавлении войска Тайпинов, до полного его усмирения в 1964 году. Вьетнам, состоявший, хотя и номинально, в вассальной зависимости от Ценской империи, с давних пор был объектом французского интереса. Католические миссионеры, как обычно, были авангардом французского полного проникновения, несмотря на преследование. Инцидент с убийством французских и испанских миссионеров имел следствие в распоряжении Наполеона Людовикича, а совместный с испанцами в военно-морской экспедиции к берегам Индокитая в 1958 году. Император французов рассчитывал таким образом привлечь симпатию католиков, обеспокоенных его итальянской политикой. Первоначальная экспедиция планировалась как демонстрация силы, но отсутствие точных инструкций дало возможность командующим проявить инициативу и осуществить захват территорий. Контр-адмирал Рига-де-Женули овладел в 1858 году бухтой Туран. Туран? Поблизости от витнамской столицы Хюэ. В феврале 59-го года французская эскадра предприняла вероломно атаку на важнейший город Сайгон. Это сейчас Хошимин. И этот город есть центр Кхенхины, это Южный Вьетнам. Регион Йен-Тод снабжал рисом всю Вьетнамскую империю. Захват Сайгона символизировал начало французского проникновения в Индокитай. Закрепив за собой Сайгон в конце 60-х годов, французы расширили область завоеваний на лежащей по соседству провинции. Военные действия против них, вот этих вот всех вот, ну непонятных, короче, для французов племен, можно сказать и так, продолжались до июня 62-го года. Сменявшие друг друга на посту командующие адмиралы, Т.Ф. Паш, Л.В. Шарнем, Л.А. Банар, не найти их имен, рядом успешных операций, расширили зону французского присутствия на всю восточную Кхенхину. Вынужденный подписать договор в Хюе, 5 июня 62-го года император Зя-Лонг, про него подробнее в Первой империи, декретировал, декретировал, да, действительно, свободу культа в своих владениях, уступил Франции восточную Кхенхину и открыл для французской торговли порты Танкина и Аннама. В 67-м году французские подразделения канонерских лодок по приказу контр-адмирала Пьера Поля де ла Грандиера без единого выстрела захватили западные провинции Кхенхины, уничтожив опасный очаг сопротивления. Франция владела дельтой Меконга и объединила под своей властью Южный Вьетнам. Была образована колония Кхенхина. Забацав колонию, Франция начала сразу же искать способы защитить ее от беспорядков, проникавших с севера, с территории соседней Камбоджи, где король Аннама собирал недовольных. Король Камбоджи, стремясь избавиться от сезеренитета Сиама, он ныне есть Таиланд, подписал тайный договор о французском протекторате над Камбоджей 5 июля 1963 года. Правительство Наполеона Людовикича не спешило, однако, с его ратификацией, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенного Королевства. Я напомню, что если договор подписан, это не значит вообще ничего. А в данном случае французы, ну, подписали, допустим, договор. И сказали, типа, что да, да, вот камбоджийцы, вы теперь вот наши. И все. А когда они ратифицируют его, вот тогда уже официально они подтвердят, что да, все, Камбоджа есть, теперь Франция. Вот так вот это работает. Противодействие Сиама вынудило французов проявить активность. Овладев 3 марта 64 года древней столицей Удонг над Королевским дворцом взвился триколорный флаг. В апреле 64 года состоялась ратификация франко-камбоджийского договора о протекторате. В 67 году состоялось такие подписания Франко-Сиамского соглашения, по которому Бангкок признал французский протекторат над Пномпенем в обмен на признание сиамского сезонитета над западными ее провинциями. Баттаманг и Ангкор. А Ангкор, если что, это очень древняя столица Камбоджийской империи. Вынашивая идею соединения Кохенхины с южными областями Китая, французские власти организовали в 66 году разведывательную экспедицию вдоль Меконга под руководством Эрнеста Дудара де Лагре, которого сменил в 68 году Мари-Жозеф Франсис Гранье, участник Сайгонской операции и автор брошюр французской Кохенхина 64 года и о колонизации Кохенхины 65 года. Активный, кстати, он пропагандист Индо-Китая в составе Франции. Идея колонизации Новой Каледонии, отстаивавшаяся католиками общества Святой Марии при Юльской монархии, получила реализацию при Второй империи. Правительство Наполеона Людовиковича, озабоченное поисками земли, на которой можно было бы организовать пенитенциарную колонию, по примеру той, что Великобритания имела в Австралии или Новой Зеландии, увидела в Новой Каледонии подходящий вариант. Ну, то есть вы, наверное, уже поняли, и организовать колонию, в которую можно будет ссылать всяких преступников, бродяг и прочих. И с 51-го года там возобновила свою деятельность католическая миссия. На Новой Каледонии, собственно. Повод к интервенции представился после зверской расправы туземцев над моряками с французского судна «Алекмен». 24-го сентября 1953 года исполняя распоряжение министра колонии, некого Т. Дюко, командующий морским дивизионом в океане, некий О. Фабрие-Дипуант, вступил во владение Новой Каледонией. Французским владением были объявлены также остров Пен, к юго-востоку от Гранд-Терра, и архипелаг Луайоте, в сотни километров к востоку от Гранд-Терра. Высадка франко-англо-испанских войск на рубеже 61-62-х годов на мексиканском побережье имела целью принудить президента Мексики Бенито Пабло Хуареса Гарсию возобновить выплаты процентов по внешнему долгу и отменить налогоблажение иностранцев. Однако финансовые требования не были пределом французских амбиций, вследствие чего Англия и Испания порвали союз с Францией и отозвали свои войска. Наполеон Людойкич помышлял о Латинской империи, которая предоставила бы французам все мыслимые экономические выгоды и возможности для приложения капитала. Проекты колонизации Соноры, малозаселенной засушливой области на северо-западе Мексики, куда в 51-52-х годах ринулись французские искатели драгоценных металлов, разлетелись в фрах. Мексиканские консерваторы помышляли установить в Мексике монархическое правление с французской помощью и подстрекали Людойкича к снаряжению экспедиции. Австрийский эрцгерцог Фердинанд Максимилиан Иосиф Габсбург-Лотаринген был сочтен подходящим кандидатом на мексиканский трон. Французский экспедиционный корпус 35 тысяч человек аж должен был проложить ему путь к трону в ожесточенной борьбе со сторонниками Хуареса. К февралю 65-го года две трети мексиканской территории были под французским контролем. Но Соединительные Штаты, окончательно прибив разъединительные штаты, стали продавать Хуаристам оружие, которые отвоевывали мало-помалу территории. Обеспокоенный непопулярностью Максимилиана, Людойкич отдал распоряжение о полной эвакуации французских войск октябрь 66-го года. Силы, поддерживавшие Максимку, потерпели поражение. Сдавшись в плен, Максимка I был расстрелян 16 июля 67-го года. Столь трагичная развязка мексиканской экспедиции нанесла серьезный удар по престижу Второй империи, колониальные предприятия которой впервые натолкнулись на столь решительный отпор. Франция получила реальное доказательство действенности доктрины Монро, которое запрещало ей рассчитывать на приобретение колоний в Латинской Америке, ибо США, прикрываясь красивыми лозунгами и принципами, видят в ней свой задний двор. В период с 1870-х по 1940-е годы колониальные вожделения держав стали неотъемлемой частью международных отношений, самой проблемной их частью. Кроме антагонизма с Великобританией, захватнические интересы Французской Третьей Республики приходили в столкновение с Италией, Германией, Португалией и даже, блин, Испанией. Поражение в войне против Пруссии 70-х-71-х годов имело следствием подъем националистических настроений во всей Франции. Потеря Эльзаса и Лотаринги воспринималась как национальная трагедия. Внимание, правительственных кругов с квадратами, как и общественности, было приковано к голубой линии вагезов. Руководствуясь соображениями континентального патриотизма, монархисты, как и радикалы, встречали в штыки всякие проекты колониальной экспансии. Однако, после устранения монархической угрозы и назначения Франсуа Поля Жюля Гриви президентом республики в 79-м году, общепризнанный лидер умеренных республиканцев Леон Мишель Гамбетта провозгласил аннексию территорий необходимым условием для возрождения страны, восстановления ее материальных и моральных сил после седанской капитуляции и в конечном счете для реванша. В 81-м году Леон Гамбетта убедил председателя Совета Жюля Франсуа Камиле Ферри предпринять захват Туниса. Во главе правительства с ноября 81-го года по январь 82-го года товарищ Гамбетта выступал за совместные с Англией военные действия против Ахмад Арби Паши, лидера египетского национального восстания. Однако, новое правительство Луи Шарля де Сольца де Фрейсине не поддержало его инициативы. Случился конфуз. Париж пошел на попятны, отклонившись от участия в бомбардировке Александрии июль 82-го года, чем предоставил англичанам свободу рук и утратил былое влияние в египетских делах. Возвращение Феррика власти в ноябре 83-го марта 85-го годов дало импульс колониальной политике Третьей Республики, которую отныне и на 20 лет вперед диктовало стремление загладить унижение французского флота и соперничество интересов с Великобританией. Господин Ферри стал архитектором мощной программы экспансии, подкрепив ее приспособленной к нуждам колониализма политической философии, которая базировалась на следующих тезисах. Приобретение новых владений для сохранения уже существующих, потребность промышленности в сырье, дополнительных рынках сбыта и приложения капитала. Цивилизаторская миссия высшей расы по отношению к низшим расам. Кроме этих соображений стратегического, экономического и... Как это назвать? Российского, культурного, давайте назовем это, как они это называли, характера, колониальная экспансия мыслилась в Ферри наиболее верным путем к возрождению престижа Франции. Хотя какой нахер у них может быть престиж? Смешно. Тем не менее, большинство французов оставались равнодушными или даже враждебными колонизацией. Существовала группировка, именовавшая себя колониальной партией. Но парламентская позиция к дорогостоящим колониальным авантюрам была по-прежнему... Вирулентной, мать его. Короче, ну похуй ей на это было. Жорж Бенджамин Климонцо был наиболее рьяным ее выразителем, и в Ферри приходилось проявлять настоящий дар политической эквилибристики. Искусно лавируя и бравируя враждебность народных избранников и общественного мнения, ставя палату депутатов перед фактами, ему удалось с большим или меньшим успехом осуществить свои колониальные замыслы. Нахождение власти второго кабинета в Ферри ознаменовалось консолидацией французского влияния в бассейне Нигера и Конго, началом завоевания Мадагаскара, отправкой экспедиционного корпуса в Танкин. Известие о разгроме французских войск при Лангсон на китайской границе имело следствием взрыв народного негодования и отставку Ферри в 85-м году. Но заданный им импульс не исчерпал себя, и последующие правительства Третьей Республики, хотя и с некоторыми перерывами, объясняемыми министерской нестабильностью, продолжили колониальную экспансию. Стремясь разрядить напряженность в отношениях с Францией, канцлер Германской империи Отто Эдуард Леопольд Фюрст фон Бисмарк Шахенхаузен благословил Париж в вопросах Египта, Мадагаскара и Конго. Берлинская конференция в составе 14 европейских держав 15 ноября 84-го до 26 февраля 85-го года определила правила раздела Африки. Всякое европейское государство, обладавшее прибрежными территориями, могло распространять свои владения на внутренней области вплоть до столкновения с соседней сферой влияния. Аннексия могла быть осуществлена только вследствие действительной оккупации территории. Следствием Берлинской конференции стала серия договоров между державами, а также экспедиции с целью заключения соглашений с вождями племен, что позволяло впоследствии оперировать правом первого оккупанта. После отставки Ферри и взрыва германофобии во Франции Отто Карлыч оставил роль медиатора. Человека, короче, который со сцены произносит слова через рот, делая всевозможное, чтобы углубить франко-британские разногласия. Кайзер Фридрих Вельгельм II Виктор Альберт Прусский и вовсе проводил агрессивную колониальную политику, играя на англо-французских противоречиях. Про Германию долгая хистерия, естественно, выйдет, там про это все я скажу более подробно. После периода германофобской истерии, связанной с именем политического генерала Буландже, в 1890-е годы тон внешней политики вновь стали задавать дипломаты и министры. Последователи Гамбетты, министр иностранных дел Габриэль Альбер-Агюст Антоно, меж 94-ми и 98-ми годами Теофиль Делькассе, между 98-ми и 5-ми годами, проводил политику колониальной экспансии и усиления флота при поддержке влиятельного империалистического лобби, так называемой колониальной партии под руководством некого Э. Этьена. Комитет французской Африки оказывал давление на решение министерства колоний. Количество выступавших в поддержку колониальных инициатив депутатов и сенаторов составляло примерно четверть парламента. Экспансионисты занимали ключевые посты, такие, например, как Адриан Пьер-Анри де Курсель, посол Франции в Берлине, затем в Лондоне, посмотрите на его голову, мы наблюдаем, видимо, потомка фараонов. Основанный в 93-м году колониальный союз, куда входили банкиры, всякие дельцы, парламентарии, журналисты, прочая нечисть, занимался вопросами извлечения коммерческой выгоды из колоний, субсидированием проколониальной прессы. Главными сферами колониальной экспансии Третьей Республики стали Африка и Юго-Восточная Азия. В 80-е и 90-е годы была осуществлена наибольшая часть колониальных приобретений в этих частях света. К началу 80-х годов Алжир был единственной французской колонией в Магрибе, однако периодически вспыхивавшие восстания арабских племен и кабилов ставили под сомнение французское господство. Известия о поражении Второй империи в войне против Пруссии усилили сопротивление. В марте 71-го года под лозунгами джихада восстала кабилия. Это уже серьезно. Пользуясь слабостью французских контингентов, большая их часть была отозвана в метрополию, восставшие подчинили своей власти значительную территорию. Франкфуртский мир с Германской империей позволил французам в мае 71-го года перейти в наступление и восстановить порядок. В 82-м году французское господство распространилось на оазис МЗАП, а франко-британское соглашение 90-го года облегчило французам дальнейшее продвижение в южном направлении. Пограничное с восточными областями Алжира-Тунисское регенство, номинально часть Османской империи представляла для Франции стратегический интерес. Французские поселения на Тунисском побережье, богатом кораллами, возникали еще в 18-м веке на мысе Бон. Дорогостоящая политика модернизации страны с помощью европейцев, в том числе и французов, проводившаяся беями Туниса в 30-х-50-х годах, спровоцировала серьезный финансовый кризис. Англо-франко-итальянская финансовая комиссия 69-го года должна была обеспечить выплату тунисского долга. Каждая из трех держав ее членов имела виды на Тунис. Аннексировав Кипр по результатам Берлинского конгресса 78-го года, Англия вышла из соревнования. Ну, видимо, Кипра им была достаточно. Риск итальянской интервенции был слишком велик, и товарищ Ферри решился на завоевание Туниса. В апреле 1881 года французский экспедиционный корпус перешел алжирско-тунисскую границу. Заняв северную часть страны Гавань-Безерту, французские войска в три недели стали хозяевами страны. Войска Бея не оказывали сопротивления. Бордовский договор по названию резиденции Бея 12 мая 81-го года поместил тунисское регионство под французский протекторат. Палата депутатов ратифицировала договор. Франция вернула себе свое место среди великих держав. Этими словами Гамбетты, председатель палаты депутатов, поздравил Жюля Франсуа Камиле Ферри с учреждением протектората в Тунисе. Однако, вспыхнувшее в сентябре 81-го года восстание в Керуане, для подавления которого требовались дополнительные контингенты войск, повлекло за собой бурные дебаты в парламенте. Восстание было подавлено, но это стоило тунисскому регионству ужесточения протектората по конвенции Ла Марса 8 июля 83-го года. Установление французского контроля над Тунисом имело следствием присоединения Италии к военно-политическому блоку Германии и Австро-Венгрии и образованию Тройственного Союза. Это произошло 20 мая 82-го года, направленного против Франции, соответственно, и Российской империи. В 86-м году в Сенегале вспыхнул мятеж, который был подавлен отрядом капитана Жозефа Симона Галлиини, хотя сопротивление воинственной народности Дюола продолжалось до 1914-го года, не прекратившись полностью и в последующие годы, вплоть до независимости Сенегала. Вследствие соглашения с Португалией 1888-го года под власть Франции перешел город Зигеншор в Нижнем Казамансе. Франция избавилась от давнего своего соперника в регионе. Сенегал стал отправной базой для французского проникновения вглубь Черного материка к долине Нигера. За пределами Сенегала экспансионистская политика Франции повлекла за собой серию войн. Исламские империи под главество султанов Ахмаду и Самари сопротивлялись, как могли сопротивлялись, французскому проникновению в Судан. Сегодня Судан это, если что, не только вот эта вот страна, а в принципе вот это вот все, что ныне зовется Сахель. Французское продвижение по плоскогорью, отделявшему верхний Сенегал от верхнего Нигера, сопровождалось строительством фортов Бафулаби в 79-м году, Кита в 80-м году и прочих более мелких. Ввиду французских успехов, султан Ахмаду, наследник могущественной империи Эль-Хадж-Амара, вынужден был в 81-м году подписать договор. И этот договор признавал французский протекторат над частью реки Нигер. Че я сюда вставлять буду, хрен его знает. Аналогичный договор был подписан вождем горной области Футо-Джалон. А 1 февраля 83-го года генерал Г. Барнии де Борт, во главе военного отряда, вышел на берег Нигера в Бамака, где им был построен форт. Внутренние области Нигера, дельта которого находилась под английским контролем, попало во французское владение санкционированной Берлинской конференцией 85-го года. Самари, прозванный Суданским Бонапартом, имел в своем распоряжении войско, составленное главным образом из пехотинцев и вооруженное ружьями, саблями и кинжалами. Противе снабжению французских фортов продовольствием, Самари спровоцировал ряд битв. Но, просеренив все, он вынужден был подписать договор о мире и протекторате, естественно, 25 марта 87-го года, по которому уступал Франции левый берег Нигера. Колония Французский Судан была создана в 1890 году. Франко-британское соглашение определило зоны французского и британского влияния в районе Нигера. Однако, договоры о протекторате не представляли никакой гарантии в силу изворотливости туземных вождей, что заставило Эл Аршинара, заступившего на пост командующего после Галиини, изменить тактику. Им был взят курс на полное завоевание и разрушение империи Ахмаду и Самари. В феврале 90-го года ему удалось овладеть Сигу, столицей империи Эль-Хадж-Амара, народа токулеров, на правом берегу Нигера, что положило конец де-факто власти Ахмаду, который скрылся в глубинных районах Судана. Преследуя его, французы вступили в 91-м году в Нью-Оро, захватили и аннексировали города Султана Масина, в 93-м году. На два года раньше, после серии пограничных инцидентов, началась семилетняя война Франции против Самари. В течение первой фазы конфликта, с 91-го по 94-й год, французам удалось занять все пространство его империи, хотя разоренное и опустошенное. Трагедия в Гундаме, где туарегами был вырезан французский отряд, несколько охолодила воинственный пыл французского правительства. Я не знаю, что сюда вставлять. Никаких фоток нет, как там вырезали кого. Даже город на карте, наверное, будет трудно показать. Потом последовал запрет на военные действия против Самари, внезапненько. Меж 94-ми и 96-ми годами, Самари этот самый, не теряя времени, вторгся в богатое государство Конг, под французским протекторатом, и завоевал его. Под его контролем оказались внутренние области Гвинеи и Кот-де-Ивуара. В 98-м году была организована новая кампания против Самари, в ходе которой французы приступом взяли крепость Сикасо и отбили Конг. В сентябре 98-го года Самари был захвачен в плен и сослан в Габон. Однако сопротивление племен в лесных массивах продолжалось до... до 1920-го года аж. Вследствие крушения вот этого вот первоначальная территория французского Судана увеличилась почти в четверо. Во владении Франции оказались обширные территории, включавшие в себя современное государство Мали и северные области Гвинеи, Кот-де-Ивуара и Буркино-Фасо. Тогда это называлось военной территорией Верхняя Вольта. Не суть важна. Имея опорные пункты на узкой береговой линии Гвинеи и Кот-де-Ивуара, поталкиваемый колониальным соперничеством англичанов, французы начали продвигаться в глубинные части материка. Учреждение французской власти было подготовлено подписанием договоров о протекторате, строительством факторий, но в особенности исследовательскими экспедициями. Начав в 87-м году продвижение вглубь Кот-де-Ивуара М. Трейш-Лаплен в течение двух лет заключил договоры, которые блокировали по линии западной границы Ганы британские проникновения на Ивуарскую территорию. В 87-м году стартовала грандиозная экспедиция Л. Г. Бенже, который, взяв за точку отправления верхнее течение Нигера в Бамака, пройдя через Сикасо, Мали, Конг, Кот-де-Ивуар, Уага-Дугу, Бургина-Фасо, а еще территорию современной Ганы вышел к Гран-Басам. Это тоже Кот-де-Ивуар. Благодаря договорам, которые он заключил с вождями местных племен, можно представить, какие они были, эти договоры, отдаленные районы между Нигером и Гвинейским заливом вошли в сферу французского влияния. Гвинея под названием территория южных рек и Кот-де-Ивуар, он же берег слоновой кости, первоначально считались частью колонии Сенегал. В девяносто первом году Гвинея была провозглашена самостоятельной колонией, а в девяносто втором году были установлены границы Кот-де-Ивуара с британской Либерией. Только не путать с независимой Либерией. В девяносто третьем году с британским Золотым Берегом, это современная Гана. Тогда же Кот-де-Ивуар был выделен в отдельную колонию, берег слоновой кости. Ну или по-французски Кот-де-Ивуар. В девяносто девятом году Гвинея увеличилась за счет территориального перераспределения с французским Суданом. К ней отошли земли по берегам Верхнего Нигера. А в восемьдесят шестом году учреждения, порты, форты, селения и все подобное такое вот, принадлежавшее Франции на территории королевства Дагомея, вошло в состав колонии Сенегал. Вступление на престол Дагомея в восемьдесят девятом году некого короля Бионцина, который слал французов куда подальше, вынудило Францию вооруженным путем отстаивать приобретенные договорами права. В чем суть ситуации? А вот сейчас объясню. Значит-то, Бионцин оспаривал французское влияние Портон Катону, продолжая собирать там налоги и пошлины вместо французов. И противился установлению французского протектората над прибрежным государством, столицей которого был Аджаче, нынешний Портонова. И это государство состояло в вассальных Дагомея отношениях. Портонова на самом деле из рук в руки на протяжении истории так и ходил. Основали его догомейцы, захватили португальцы, сделали его хорошим таким вот портом, тоже португальцы, потом опять догомейцы его захватили, потом пришли англичане, потом опять догомейцы, и только уже потом французы. В 89-м году полк догомейских амазонок атаковал находившиеся под французским протекторатом селения Энреги в Веме, спровоцировав тем самым первую франко-догомейскую войну 1890 года. По результатам этой самой войны Дагомей, естественно, вынуждена была признать над Портонова французский протекторат и уступить Франции под порт Катону в обмен на ежегодную выплату 20 тысяч франков в качестве компенсации таможенных сборов по договору в городе Уида. Однако, мир был непрочным. Естественно, французы не хотели платить каким-то там аборигенам 20 тысяч франков аж, что составляло всего 10% от дохода Порта Нова. И в 92-м году Франция вновь объявила войну Дагомее. Несмотря на наличие огнестрельного оружия, приобретенного у немецких торговцев, догомейцы, естественно, потерпели сокрушительное поражение. Кто-то по-другому думал, ну, странные вы. Сенегальские и габонские стрелки под предводительством Альфреда Амиды Додца в ноябре 92-го года вступили без боя в город Абомей, это столица Дагомии, которая была покинута и подожжена своими защитниками. Розыски короля Бианцина завершились его пленением в 1994-м году, и он был депортирован на Антильские острова в качестве раба. А его королевство без остатка аннексировано Францией, учредившей декретом от 22 июня 1994-го года колонию Дагомея и зависимые от нее территории. Рабство к тому моменту было уже отменено, но, видимо, ради такого раба можно и нарушить законы. После 20 лет напряженности в отношениях по результатам работы совместных комиссий 14 июня 1998-го года была подписана Франко-Британская конвенция, разграничивавшая французские и британские владения в Западной Африке. Ею были определены границы Кота-де-Иуара и французского Судана, разграничены территории французской Дагомии и английской колонии Лагос, определена граница между французскими и британскими владениями на восток от Нигера. Распространение французского влияния на глубинные районы Габона связано с именем офицера флота Пьера Поля Франсуа Камиле Саварнияна де Браза, француза хорватского происхождения. Браза — это, если что, французское и итальянское название города Брач. В ходе первого своего путешествия в 85-78-х годах он поднялся вверх по течению Агаве, проник в бассейн рек Ньянга и Квилу, открыл верховье правых притоков Конго, Алимы и Ликоны, он же, если что, раздавал эти, ну, довольно-таки красиво звучащие названия. В ходе своего второго путешествия 79-80-х годов, повторив маршрут своей предыдущей экспедиции, он основал Франсфиль на Пассе, а также будущий Бразавиль у Нтамо, оно же Стэнли Пула, озеро видного расширения Конго, положив начало французскому проникновению на правобережье этой вот реки. Если что, Конго — это европейское название реки. Сами африканцы зовут эту реку Заир и всегда так звали. Договором о протекторате с вождем племени Батаке Макокко сентябрь 1880 года Пьер Поль Браза подчинил Франции внутренние области Габона и территории по правому берегу Нижнего Куанга. Ставя закорючку на бумаге, неграмотные африканские вожди желали, как правило, заручиться содействием белых, вот этих вот самых непонятных приезжих, против воинственных соседей. И не подозревали, что тем самым уступают свою территорию и наследственные права на верховную власть. Переданный в палату депутатов договор Макокко был ратифицирован в 82-м году при единогласном его одобрении. Могло быть иначе, а? В чем можно усмотреть, кстати, отместку действиям Англии в Египте? Про это я буду говорить в долгой хисторе про Британию. Часов на шесть она получится, наверное, где-то. В 83-м году Франция укрепила свои позиции в Конго, овладев прибрежной областью Луанго и Буэнт-Нуар. Браза получил назначение правительственным комиссаром новой колонии Экваториальная Африка. Заключив трактат осваждения по берегам Огове, он смог к 85-му году основать более 25 новых баз на Огове, Алиме и Луанго. Однако, французские претензии на бассейн Конго натолкнулись на бельгийское и португальское соперничество. Король бельгийцев Леопольд Второй претендовал на левый берег Конго, тогда как французское и бельгийское проникновение в регион поставило под угрозу давние владения Португалии в устье Конго, вызвав с ее стороны протест, поддержанный Великобританией. Ну короче, следствием международной конференции в Берлине 84-85 годов стало появление на карте свободного государства Конго. Личной колонии Леопольда Второго, куда входила большая часть Центральной Африки. Про эту сволочь сейчас вскользь. Я сделаю переиздание ролика про свободное государство Конго и потрапно расскажу о той херне, что натворил похотливый Лео в Конго. Ладно, короче. Конференция утвердила господство Франции по пробережью Конго, Конго-Бразовиль и Убанги площадью 500 тысяч квадратных километров. Португалия отказалась от претензий на прибрежные территории к северо-от устье Конго, за исключением анклава Кабинды, ибо там угля было больше, чем во всех других колониях Португалии вместе взятых. Ну и именно поэтому сейчас Кабинда является таким вот отдельным от государства Ангола регионом. Ну и именно поэтому нынешняя Ангола не собирается эту самую Кабинду никому передавать. Это доход немаленький такой. Франко-германский договор 24 декабря 85-го года определил границу между германским Камеруном и французскими владениями. Франко-Конголевская конвенция 29 апреля 87-го года урегулировала вопрос границ французского Конго со свободным государством Конго. К началу 1890-х на Черном континенте осталось мало территорий, не занятых европейскими державами, и располагались они в основном в центральной его части, в районе Сахары и тропических лесов. Вот этих двух не трогаем, потому что... а зачем? Побережье французского Конго сделалось исходным для ряда экспедиций вглубь Африки, ставивших пред собой задачу распространить французское господство на территории по течению реки Шарии, впадающей в озеро Чад. Необходимо было найти наиболее приемлемый путь между Габоном и озером Чад, чтобы объединить их в единый блок и получить доступ к Сахаре, осуществляемый под патронажем комитета французской Африки и при содействии товарища Браза, уже генерального комиссара французского Конго. Экспедиции служили также пополнению знаний в области геологии, флоры, фауны, традиций и обрядов континента. Проникновение французов вдоль рек Убанги и Шари началось в 89-м году, когда был основан военный пост Банги, ныне столица Центрально-Африканской республики. В 91-92-х годах некий Фурно, некий Гольяр и уже известный нам Пьер Саваньян де Браза поднялись вверх по реке Санга, северному притоку Конго. Тогда же Эл Мизон исследовал горное плато Адамава в северном Камеруне, открыв дорогу Нигер Конго через притоки Бенуэ и Санга. На территории современного государства Чат располагались древние государства Барну, Багерми и Уаддай под властью исламских правителей работорговцев. Продвигаясь вглубь континента, французские первопроходцы наталкивались на их сопротивление. Самым злостным их противником был Рабах, который починил своей власти огромную территорию между Шари и Нилом. Государство в верховьях рек Убанги и Шарим под управлением Мухаммеда Эль Синуси находилось в ассальных к нему отношениях. Поль Крампель первым из французов поднялся по Убанги и добрался до истоков Шари в 1890 году, но погиб от наемных убийц Эль Синуси. Жан Дыбовский затем Ксавьедеместер пошли по его следам через неисследованные районы через два года. Они вроде как выжили. 13 договоров, заключенные с племенными вождями установили французское влияние на территории между Багерми, Убанги и Адамава. В 93-94 годах Франция, Англия и Германия разграничили меж собою сферы влияния по берегам озера Чаад. Под французское влияние отошло озерное прибрежье от реки Шари и далее на восток там, ну, сами разберутся. Отправившись вверх по Конго, Убанги, Кемо и Шари, исследователь Эмиль Жантиль преследовал ту же цель, что и его предшественники, что его на удивление не сгубило. Экспедиции пришлось преодолеть немало препятствий, ибо паровое судно, на котором совершалось плавание, приходилось разбирать и нести через лесистые территории в промежутках меж руслами рек. Нести паровое судно. Угу. По условиям договора, подписанного Эмилем с каким-то там правителем Багерми, в октябре 1897 года, Франция взялась защищать его государство от грабительских набегов Рабаха. Тогда же Жантиль проник во владение этого самого Рабаха и достиг озера Чиат. Однако, овладеть этими территориями на тот момент не представлялось возможным из-за недостатка средств, а также из-за конкуренции в Великобритании. Территория Конго сделалась отправной точкой в планах по аннексии Нила. С 1882 года английские войска и администраторы хозяйничали на территории Египта, но статус его не был урегулирован и французские правящие круги питали некоторые надежды на возвращение потерянных позиций. Установление контроля над верхней частью долины Нила, это вот есть суда нынешний, могло вернуть французам некоторый вес в египетских делах. С тех пор, как дервиши Махди, мусульманский духовный и военный лидер, взяли Хартум. В 1883 году территория Судана была очищена от англо-египетских войск. Образовавшаяся пустота манила как французов, так и итальянцев, а еще бельгийцев. А Англия, проектируя прокладку железной дороги мыс Доброй Надежды Каир, вот такой вот нехилый проектик, предполагала восстановить англо-египетскую гегемонию над долиной Верхнего Нила посредством военной экспедиции. В 1996 году англо-египетские войска под командованием Горадцо Герберта Китченера вторглись в Судан. Английские угрозы о том, что всякая французская экспедиция в долину Нила будет расценена как недружественная, не возымели действия. В 1996 капитан морской пехоты Жан-Батист Маршан высадился в конголесском порту Луанго, имея поручение министра иностранных дел Габриэля Аното возглавить экспедицию в район Белого Нила. Кроме египетского проекта миссия Конго-Нил преследовала геополитические цели, состоявшие в том, чтобы связать французские колонии в Западной Африке с центральными ее областями. Соединить французские владения на Атлантике, Дакар, с владениями на Красном море Джабутии. Небольшой отряд товарища Маршана отправился из французского Конго в феврале 1997 года. И после изнурительного путешествия через тропический лес 10 июля 1998 года отряд достиг Фашоды, бывшего египетского укрепления на Белом Ниле. Над руинами крепости взвелось трехцветное полотнище. Фашода была переименована в Форт Сен-Луи. Уже третий или четвертый примерно в Африке. Прошло два месяца и армия Горадца одержав победу над державами при Адермане подошла 19 сентября к Фашоде. Объявив ее египетской территории британский генерал потребовал ее эвакуации что имело следствием серьезный конфликт во франко-британских отношениях. Фашодский кризис 1898 года. Английское правительство недосмысленно дало понять что если вы не съебете из Фашоды французские колонии в Африке несколько поуменьшатся так чуть-чуть возглавлявший иностранные дела Теофиль Далькассе вынужден был уступить под английским давлением. Неподготовленной к морской войне Франции не от кого было ждать поддержки Россия была ну немножечко в другой части света а Германия открыто заявляла о своей враждебности а на остальных ну без слез не взглянешь. Пришлось отказаться от претензий на выход к Нилу. А Трат Маршана эвакуировал Фашоду 11 декабря 1998 года. Франция испытала горечь национального унижения. Однако по условиям франко-британской конвенции 22 марта 1999 года определившие зоны влияния каждой из держав по линии водораздела между Нилом и притоком озера Чад Франция получила некоторые компенсации в центральной Африке а именно Уадай Канем Багерми Тибести. Соглашение это было интегрировано в текст конвенции от 14 июля 1998 года разграничивавшей французские и британские территории Западной Африки. Конвенции 98-99 годов а также предшествовавшие им соглашения с Германией 1994 года позволили Франции объединить вокруг озера Чад три группы колониальных владений Алжир Западную Африку и бассейн Конго. Не опасаясь более столкновений с европейскими конкурентами Франция приступила к решительной борьбе против империи Рабаха с тем чтобы окупировать районы примыкающие с севера и востока к озеру Чад современные нигеры и Чад с этой целью была снаряжена вторая экспедиция Эмиля Жантиля который после ряда неудач соединился в 1900 году с воинскими подразделениями прибывшими из Алжира и из Нигера в решающей битве у города Кусери в северной части Камеруна 22 апреля 1900 года французы разбили Рабаха и оккупировали город Диола Форт Лами основанный в очень удобном месте и названный в честь убитого в сражении командующего положил основание столицы Чада города как мне кажется с одним из самых красивейших названий в мире но постушите ка звучит Джамена египетский хедив предъявил права на территории Мишареками Убанги и Шари но и войска были естественно разбиты французами в 1903 году Чад был объявлен в военной территории со статусом протектората в составе колонии Убанги Шари 1904 год завоевание некоторых районов Чада продолжалось до 14 года Мохаммед Эль Синуси до 11 года сохранил свои владения со столицы в Нделе с завоеванием Уадай в 9 году и Барку в 15 году были ликвидированы последние чужеродные анклавы в центрально африканских владениях Франции Охуенное название чужеродные анклавы на территории Франции в Сахаре Чужеродные анклавы просто вдумайтесь чужеродные анклавы а ничего что эти анклавы на этих территориях жили уже тысячу лет где-то а вот эту вот херню по праву стоит назвать чужеродным анклавом вокруг как склавом да терминология да Франция установила свой контроль по линии Гавон Сахара однако ее попытки подчинить территорию по линии запад-восток с выходом к Нилу потерпели неудачу колония Абок на северо-восточном побережье Африки оставалась официально не занятой до 1 августа 84 года когда губернатор Эл Лагард вступил в действительное извладение этой вот территорией заключив ряд договоров с местным правителем Эл-Лагард смог в короткое время расширить территорию под французским суверенитетом заняв в 84 году весь северный берег залива Таджура а после подписания договора с вождями племени Иса 26 марта 85 года и южный его берег че мелочиться так была конструирована территория Абок и подконтрольные области англичане установив протекторат над северной частью соседнего Сомали в 87 году пришли к соглашению с французами о разграничении их владений 2 и 7 февраля 88 года которая определила южную границу французской колонии по мысу Джабути и далее на запад до Харар включив в ее состав острова в заливе Таджура тогда же колония была переименована в французский берег Сомали на севере французская колония граничила с итальянской Эритреей франко-итальянское соглашение 1900-1901 годов подтвердило ее северную границу территориальное расширение французского берега Сомали происходило в направлении внутренних земель стимулом для этого послужила начатая в 97 году прокладка железной дороги связующая Джабути с Адис-Абебой в Эфиопии но попытка Франции конкретизировать свои экономические амбиции в регионе наткнулась на сопротивление Италии раздел Эфиопии на сферы влияния меж Италией и Великобританией и Францией договором от 13 декабря 1906 года позволил французам продолжить строительство железной дороги инаугурация которой состоялась в 1917 году начатое в конце 1920-х годов завоевание внутренних областей французского берега Сомали наткнулось на отчаянное сопротивление местного населения интересно почему же в 1943 году это если что уже вторая мировая идет после тяжелых боев с кочевниками всякими французам удалось установить военный пост в Афамбо однако потребуется еще 10 лет переговоров с Эфиопией 1945-1955 годов чтобы восточная граница французской территории была наконец очерчена а уже там все распадаться началось и они только-только очертили захватив остров Мадагаскар равны по протяженности Франции и Бельгии вместе взятой Третья Республика осуществила давнюю мечту французской монархии воспользовавшись ослаблением бдительной Великобритании обеспокоенной германскими французскими претензиями на Занзибар и соперничеством восточно-африканских компаний французские войска вторглись в 83-м году на Мадагаскар Первая Франко-Малагасийская война вынудила королеву Ранова Луну Третью заключить кабальный договор в декабре 85-го года но условия его не соблюдались и французов слали нахер что было в принципе правильным решением потому что они ответить пока что никак не могли расположенные по соседству острова Каморского архипелага Гран-Камор он же Нгинджа Мвали и Анжуан он же Нзуани были помещены под французский прокторат в 86-м году французская гегемония на Каморах довела до пароксизма франга английское соперничество тем не менее стороны сумели договориться что удивительно пароксизм это внезапное возбуждение чего-либо в принципе по Занзибарской конвенции от 5 августа 90-го года Франция признала британский контроль над островами Занзибара и Пемба получив взамен само устранение Великобритании от соперничества на Мадагаскаре и Каморах в ноябре 94-го года парламент ватировал кредиты для кратильной операции на Мадагаскаре Вторая Франко-Малагасийская война завершилась 30-го сентября 95-го года когда летучая колонна генерала Дени Агюста Дюшена вступила в Антона Нариву столицу Малагасийского государства французы название не могли произнести и назвали столицу просто Тана Вторично был заключен договор о протекторате Рана Валуна Третья сохранила свой трон и красный зонтик символ суверенитета но ненадолго развернувшееся на острове национально-освободительное движение под названием Миналамба красные туники имело следствием аннексию острова Францией решением парламента от 20 июня 96-го года Мадагаскар и зависимые от него острова стали французской колонией а королева была сослана в Алжир управление островом перешло в руки генерал-губернатора Жозефа Симона Геллиени с 1896-го по 1905-й год который жестоко подавил народные восстания 9 апреля 1908-го года Майота и зависимые территории иначе говоря Каморские острова стали французской колонией и были присоединены к колонии Мадагаскар 25 июля 1912-го года Франция подтвердила предшествующую аннексию архипелага главным объектом французских вожделений в Азии был Китай естественно а что еще там могло бы быть а более удобным к нему доступом чем Меконг изобиловавший порогами и водопадами была Красная река в 1973-м году представился повод для интервенции в Танкин вследствие конфликта который противопоставил французских колонистов имперским властям в Танкин был отправлен военный отряд под командованием Ф. Гранье в ноябре 1973-го года им был захвачен Ханой и другие укрепленные пункты в дельте реки Хонга ну Красной Танкин находится хотя и номинально в вассальной зависимости от Цинской династии которая распоряжается на его территории отрядами нерегулярной милиции из числа бывших постанцев Тайпинов известных как Черные Знамена в декабре 1973-го года эти самые Черные Знамена совершили нападение на Ханой и убили Ф. Гранье Сайгонский договор с императором Вьетнама 1974-го года открыл течение Красной реки для европейских торговых судов фактически предоставил Франции плацдаром для проникновения в богатую провинцию Юньнань на юге Китая однако обстановка в Танкине оставалась напряженной мягко говоря нападение Черных Знамен вредили французской торговле в 81-м году началась франко-китайская война в Танкин были отправлены дополнительные вооруженные силы в виде небольшого отряда под командованием Анри Ривьера захватив Ханой 25-го апреля 82-го года отряд Ривьера изгнал китайцев из Танкина но в мае 83-го года Черные Знамена окружили Ханой и убили теперь уже Ривьера бомбардировка вьетнамской столицы Хюэ вынудила императора признать французский протекторат над Аннамом и Танкином договор 25-го августа 1883-го года Китай отверг договор второй договор Хюэ от 6-го июня 1884-го года подтвердил положение первого смягчив при этом некоторые из условий Тянцинской конвенции Китай признал протекторат Франции над Аннамом и Танкином однако несоблюдение цинским правительством взятых обязательств привело к продолжению войны франко-китайская война 83-85-х годов была по сути проиграна французами но увы внутренние трудности вынудили цинское правительство на заключение Тянцинского договора 9 июня 1885-го года Франция была признана владычицей Вьетнама Китай обязался выплатить контрибуцию предоставив французам торговые привлегии в пограничных 5 июля 85-го года французские войска штурмом взяли Цитальхюэ столицу Вьетнама собственно учинив там стандартные грабежи поджоги и насилие всего что движется императорские дворцы архивы библиотеки все богатейшее культурное наследие государства вьетнамского было обращено в пепел естественно во благо цивилизации и европеизации Вьетнама завоевания и замирение северной и центральной части Вьетнама потребовало еще около 10 лет и продолжалось до 96-го года противостоя британскому экспансионизму в Бирме и французскому во Вьетнаме король Сиама создался целью аннексировать Луанг-Пхабанг что неизбежно вело за собой конфликт интересов с Францией а ей уже удалось добиться в 86-м году открытия французского вице-консульства в Луанг-Пхабанге вице-консул Агюст Пави сыграл решающую роль в подчинении Лаоса вьетнамскому влиянию он был сторонник территориальных захватов в Индокитае в 88-м году в Луанг-Пхабанг вторглись вооруженные разбойники в условиях осажденной столицы Пави удалось организовать эвакуацию королевской семьи Луанг-Пхабанга через Меконг призванные на помощь французские отряды прибыли из Ханоя в 89-м году освободили Луанг-Пхабанг и восстановили на престоле Унгхама после чего Франция открыто выдвинула претензии на территории Лаоса в августе 92-го года военные суда Франции подойдя к Бангкоку и взяв его под прицел своих орудий вынудились им принять продиктованные ему условия вы наверное уже заметили что я люблю произносить полные названия там людей и городов но вот название Бангкок полное я произносить пожалуй откажусь договором от 3-го октября 93-го года лаосские территории к востоку от Меконга левый берег Меконга собственно перешли под контроль Франции в 96-м году была достигнута договоренность с Англией наконец-таки о границе между Бирмой и Лаосом в 904-м году Сиам отказался от части южного Лаоса по правому берегу Меконга потому что ну пусть не знаю какие там были у него идеи но пришлось вынудили видимо французский протокторат над Камбоджей был укреплен и ужесточен конвенцией от 17-го июня 84-го года силой навязанной королю и повлекшей за собой восстание жестоко подавленное французскими войсками соглашение между Францией и Англией 96-го года о сферах влияния в Сиаме позволило Камбоджи вернуть свою древнюю провинцию Ангкор разделение Сиама на французскую и английскую зоны влияния границы между ними устанавливались по течению реки Менам было закреплено в конвенции 8-го апреля 1904-го года последующие договоры между Францией и Сиамом позволили Камбоджи вернуть свои северные и западные провинции во втором короче и четвертом годах Милупрей и Басак в седьмом году Батамбанк Сиам Реал и Бантей Минчей фашотский кризис помните есть кульминационный пункт во франко-британской борьбе за раздел Африки он вызвал сильное раздражение во французском обществе и в печати многие защитники реванша заговорили о необходимости союза с Германией против Англии тем не менее и несмотря на дипломатическое поражение Франции реалистичная политика Теофилия Делькассе привела к сближению с Соединенным Королевством мирное разрешение конфликта создало возможности для заключения 8-го апреля 2004-го года Англо-Французского союза в рамках Антанты в условиях нарастающего противостояния с Германской империей тогда же острова Лос на широте Портака на Крив-Гвинеи стали французскими в обмен на отказ Франции отправки на ловлю турецки в западной части острова Нью-Хаундленд Марокко представлял для Франции стратегический интерес в силу его соседства с Алжиром попросту во второй половине 19-го века он сам попал под европейское влияние в в 12-м и 4-м годах Франция расширила границы Алжира за счет восточно-марокканских земель ее коммерсанты и предприниматели развернули в Марокко активную деятельность в частности в порту Касабланка французские советники проникали в страну а французские предприятия получили крупные концессии войдя в долги султан вынужден был сдать в аренду европейцам таможни отдельная часть администрации еще в то время как в Марокко разворачивалось националистическое движение против султана Мулая Абд Аль-Азиза Франция устранила своих соперниц заключив с ними ряд обоюдовыгодных соглашений предоставив Италии свободу действий в Триполитании это вот тут вот по договору от 1 ноября 2-го короче года цифры ненавижу их сука и отказавшись от претензий на Египет по условиям Лондонской конвенции с Великобританией 8 апреля 4-го года французское правительство наебенило короче себе немножечко особых прав так сказать в Марокко что на практике означало превращение султаната в протекторат Франции в то же время Франция заключила соглашение с Испанией о возможном разделе Марокко по которому Испании отводилась северная часть его территории это где Мелилья и Сеута ну и вниз но она толкнулась на оппозицию Германии приведшу к марокканским кризисам 5-го и 11-го годиков почему Франция хотела делить Марокко не одна а с испанцами а потому что ну че одному то идти страшно ну давайте хотя бы вдвоем ну вот испанцы согласились в какой-то мере но пока нет короче вот история разворачивается очень интересно и тут внезапно в порту города Танджер театрально появляется Фридрих Вельгельм Виктор Альберт Прусский 31-го марта 5-го года это если что ну просто-напросто германский император и производя на всех шок произносит следующую речь так господа охуенно вы тут устроились сами поделили наших товарищей марокканцев никого не спросив а нас даже и не позвали ну совсем охуели а ну быстро вертайтесь зад речь Вильгельма Фридрихыча о несогласии с французскими и испанскими претензиями на шарифскую территорию имела большой резонанс в Европе не будучи готова к войне Франция пошла на компромисс верхушка Франции просто-напросто послала в херте Филе Дель Кассе своего премьер-министра или кто он там неважно это было в июне 5-го года который отстаивался у позиции о том что Марокко внезапно исходной территория Франции ну ну ладно что уж там отставили отставили все международная конференция в Альхесирисе это в Испании 15 января 7 апреля 6 года подтвердила независимость Марокко фактически поместив его под международный контроль утвердив право равного доступа всех иностранных предприятий на марокканский рынок но как вы понимаете как любой международный контроль это дело закончилось очень быстро в отместку за убийство какого-то француза не ясно какого воинский контингент генерала Юберта Леотея захватил в марте 7 года город Ужда восточном Марокко к началу 8 года им было подавлено народное восстание в горном массиве Бениснасен тогда как франко-испанские вооруженные силы высадились в порту города Касабланка в 9 году вследствие многомесячной военной кампании Испания расширила зону своего влияния на всю горную область Риф в северном Марокко завоевание маркандской территории происходило на фоне внутренней борьбы между султаном Мулаем Абт-Аль-Азизом и его братом Мулаем Абт-Аль-Хафидом который при поддержке южных племен одержал победу весну 11 года осажденный в городе Фес с северными племенами султан призвал на помощь французские войска французы оккупировали Фес в мае 11 года в ответ Германия отправила в марокканский порт Агадир канонерскую лодку Пантера и объявила о своем намерении обустроить там военно-морскую базу что спровоцировало второй марокканский он же Агадирский кризис прыжок Пантеры поставил Францию на грань войны с Германией опять вследствие английской поддержки Франции Германия пошла на переговоры да по соглашению 4 ноября 11 года Германия отказалась от претензий на Марокко получив в качестве компенсации территорию в экваториальной Африке а именно западную часть у банги Шарии Франция получила свободу рук результатом чего стало активное рукоблудие то есть заключение Фессского договора 30 марта 12 года по которому султан Мулай Абт Аль Хафит признал французский протекторат над Марокко вследствие с франко-испанской договоренностью 1902 года о разделе Марокко 27 ноября 12 года был учрежден испанский протекторат над северной его частью это Риф за исключением Танджера и южными территориями Ифни и Тарфае Парижская конвенция 23 года закрепила за Танджером статус международного города наибольшая часть Марокко отошла под контроль Франции но скорее на бумаге чем в действительности ибо реальное подчинение французскому протекторату осуществилось силовыми методами лишь через 22 года после заключения фесского договора вспыхнувшее сразу после его опубликования восстания в фесе было подавлено генералом Леотеем после чего султан Мулай Абд Эль Хафид вынужден был отречься в пользу своего брата Мулай Юсефа более послушного француза в 14-м году Леотей назначенный генеральным резидентом Франции в Марокко подчинял так называемое полезное Марокко центральную территорию с городами деревнями и прочим таким вот движение сопротивления поддерживаемое Германией усилилось в пору первой мировой войны в 1920 году франца подчинила себе средний атлас после того как жители северного Марокко восстали в 21-м году против султана и европейских колонизаторов образовав республику Тире Эмират Риф во главе с президентом Тире Эмиром Абд Эль Кримом вот после этого вот всего началась колониальная война Испании Франция присоединилась к ней в 25-м году франко-испанская армия теперь уже под командованием маршала Филиппа Петена вот его вот запоминаем принудила Абд Эль Крима к капитуляции 27 мая 26-го года потребовалось еще несколько лет прежде чем французские вооруженные силы подавили ожесточенное сопротивление берберов амазиков то есть верхнего атласа завоевание Марокко было завершено французами лишь в 1934-м году а перемещаемся в ебене архипелаг новой гибриды он же внуату открытый в 1606-м году аж португальцами долгое время оставался в стороне от морских путей со второй четверти 19-го века там стали появляться торговцы сандаловым деревом вербовщики рабочей силы и миссионеры со временем численность французов избравших архипелаг местом жительства превысила численность англичанов у основания аннексии новых гибрид была частная инициатива это редкий случай в истории французской экспансии Келлидонская компания основанная в 1882-м году неким Джоном Хиггинсом принялась скупать земли у меланезийского населения архипелага и основывать на них французские поселения в 1885-м году франция пыталась договориться с Великобританией об аннексии островов но британцы стандартно слали их в хер как и положено сердечное согласие 1904-го года положив конец франко-английскому колониальному соперничеству дало новый импульс переговорам по соглашению марта 6-го года новые гибриды стали франко-британским кондоминиумом кондоминиум есть совместное владение как только массовый флешмоб под названием первая мировая война закончился французская колониальная империя расширилась за счет территории ранее входивших в состав побежденных германской и османской империй еще в ходе мирного конфликта французское и британское правительство разграничили сферы своих интересов на ближнем востоке заключив секретное соглашение Сайкс Пико дело было 16 мая 16-го года по которому Сирия и Ливан входили во французскую зону интересов территориальные претензии держав подкрепленные наличием британских и французских вооруженных сил а в ближневосточном регионе вот этом вот пришли в столкновение с намерениями арабов создать самостоятельное государство да не одно конференция великих держав в Сан-Ремо 19-го 26-го апреля 20-го года созванная в срочном порядке после провозглашения сирийского арабского королевства 8-го марта 20-го года вручила франции мандат на управление собственно Сирией и Ливаном ультиматум обращенный к королю Фейсалу остался без ответа мандат пришлось отстаивать оружием в июле 20-го года 60-ти тысячная французская армия без труда разбила сирийские войска численность которых не очень известна и вступила в Дамаск 24-го июля 22-го года совет Лиги Наций утвердил решение конференции в Сан-Ремо Лозангский договор 24-го июля 23-го года подтвердил сирийский мандат Франции окопированные в ходе войны французскими и британскими войсками Тога и Камерун германские колонии в Африке в 16-м году были разделены на английскую и французскую зоны влияния Версальский мирный договор 19-го года содержал положение о подмандатном статусе бывших колоний Германии которые переходили под контроль Лиги Наций решением Совета этой самой Лиги Наций абсолютно бесполезнейшей организации как ее наследницы ООНа от 20-го июля 22-го года Тога и Камерун были поделены меж Великобританией и Францией так что последняя получила мандат на управление восточной частью Тога 57 тысяч километров квадратных и восточной частью Камеруна 4 пятых его территории 431 тысяча километров квадратных о я это выговорил французской колонии Обанг и Шари были возвращены западные территории переданные в 11-м году германскому Камеруну территории Сирии Ливана Восточного Тога и Восточного Камеруна были последней территориальной аннексией третьей республики французская империя достигла апогея по протяженности зависимых территорий и по численности проживающего на них населения к началу 20-х годов колониями ведало три министерства ну традиционно колониями ведало морское министерство а потом и министерство торговли и промышленности еще это две разные штуки провозглашенный неотъемлемой части французской республики в 1848 году и разделенный на три департамента буквально переводя остров ну то есть Алжир находился в ведении министерства внутренних дел министерство иностранных дел курировало протектораты Туниса и Марокко теоретически ну суверенные государства а на практике же ну те же яйца только в профиль а мандаты Ливана и Сирии были в бесконечном ожидании обещанной независимости остальные владения Антильские острова Игвяна Черная Африка Федеративное Объединение Французской Западной Африки Французская Экваториальная Африка созданные в 1895 и 1910 годах Мадагаскар Реюньон Каморский Архипелаг Французский Берег Сомали Факторий в Индии Индокитайский Союз Новая Каледония и прочая бесполезная херня находились в ведении министерства колоний образованного в 1994 году и управлялись они декретами Во главе этой всей шайки-лейки стояли верховные резиденты губернаторы генерал-губернаторы и прочая нечисть которая обладала широчайшими полномочиями но подвергавшаяся периодическому контролю в своей деятельности чтоб ничего лишнего не натворили несмотря на прямое администрирование кооперация племенных вождей или религиозных лидеров марабу в африканских владениях была востребована повсеместно как орудие легитимизации колониальной власти импровизированное управление сменилось с годами более профессиональным и эффективным а в 89 году была создана колониальная школа готовившая администраторов конкурсный набор на места позволил отсеивать наименее пригодных абсолютно верно то что, мягко говоря грубые методы обращения с коренным населением как и заблуждения расовой политики не исчезли из практики ассимиляция превалировала в видах французского правительства на колонии в особенности на Алжир который рассматривался как продолжение национальной территории попытка Наполеона Третьего отказаться от ассимиляции провозгласив в 60-м году создание арабского королевства натолкнулась на широкую позицию провозглашенная ведущим принципом колониальной политики Третьей Республики ассимиляция осталась недостижимой на уровне идеала республиканской догмы гражданские права, впрочем как и элементарные права со свободами остались недоступными для большей части населения колоний ну то есть большей части это ну 96, наверное, процентов населения где-то бюджеты, выделяемые на развитие школьного образования были, ну, просто недостаточны чтобы обеспечивать хоть сколько-нибудь равный доступ к культуре не забываем еще про коррупцию в большинстве колоний существовали две категории населения полноправные граждане французы или ассимилированные и имперские подданные с французской национальностью но без гражданских прав опыт Алжира в данном случае как и во многом других был основополагающим а вот сейчас интересно Сенатус Консульт 1865 года признал за мусульманами берберами и евреями Алжира французскую национальность при этом в силу персонального статуса мусульмане могли жениться и наследовать всякое по исламскому закону берберы по берберскому обычаю евреи по закону Моисея декрет Кремьё от 24 октября 1870 года присвоил французское гражданство еврейскому населению Алжира теоретически французское гражданство было открыто для всякого кто принимал французский образ жизни и отказывался от исламского или обычного права своей религии и традиции перенимая французскую учреждённую в Алжире практика так называемой индивидуальной натурализации была перенесена на другие колонии короче жёсткие условия присвоения гражданства имели следствие малое количество ходатайств в которых могло быть отказано меж 1865 и 1937 годами было натурализировано как думаете сколько было натурализировано по этим правилам ну лишь 4498 алжирских мусульман по большей части гражданских или военных должностных лиц объём чег французское законодательство на зависимых территориях сосуществовало со специальным так называемым туземным режимом которому было подчинено коренное население оно звалось Лу Индегенат введённый в Алжире по мере его завоевания туземный режим был кодифицирован в 75 году модифицированный в 81 году туземный кодекс содержал список запретов естественно за нарушение которых коренные жители подвергались наказаниям без суда и следствия по решению французской администрации вопрос какие запреты коснулись туземцев так называемых им запрещалось объединяться в политические партии и профсоюзы занимать административные должности издавать газеты на своём блин на арабском языке устраивать несанкционированные сборища ну митинг это в прямом переводе сборища покидать территорию коммуны без особого на то разрешения ну и прочие такие запреты которые вы и сами можете дальше додумать нарушители запретов подвергались наказаниям штраф, тюремное заключение секвестрация блять имущества секвестрация это изъятие были возможны коллективные санкции в том числе депортация жителей телесные наказания регулярно применялись хотя были нелегальными как впрочем и секвестрация но и вы естественно понимаете что секвестрация это происходило не в пользу французского государства а в пользу конкретных губернаторов на определенных территориях с модификациями учитывавшими местные особенности зуземный режим был распространен на большую часть французской колониальной империи под большей частью подразумевают 95 где-то процентов заметно большую часть за системой штрафов и наказаний скрывала система колониальных такс и принудительной работы такса это не совсем собака это установленная расценка ну или просто норма оплаты коренное население подвергалось легальной дискриминации как вы уже можете понять практиковались обязательные денежные и натуральные взимания налог на хижины вот сарай вы построили денег заплати разного рода подати подушенный налог и так далее упраздненное в 1848 году рабство продолжало существовать в форме принудительного труда то есть рабство отменили но не отменили ничего не изменилось строительство дорог и железнодорожных путей и портов функционирование лесопильных заводов соляных шахт плантаций тех же обеспечивалась во многом бесплатной и арестантской рабочей силой к выгоде частных обществ и предприятий отдельных колонистов условия работы как были так и остались как у рабов оборудования не хватало ну или как часто случалось оно отсутствовало вовсе и приходилось все делать вручную на бесплатный труд отводилось 12 дней в западной и 15 дней в экваториальной Африке но в реальности на эти ограничения клали хуй огромный и эти 15 дней могли резко превратиться в 50 или 70 или даже 100 практиковался насильственный набор рабочей силы хотя и оплачиваемой миску супа какую нибудь нальют хотя бы раз в два дня и уже хорошо с 1921 по 1932 год сто двадцать семь тысяч двести пятьдесят мужчин были завербованы на строительство ЖД линии Конго-Океан более двадцати тысяч погибли Андре Польгиом Жит какая интересная фамилия дианонсировал в путешествии в Конго в двадцать седьмом году несовместимые с человеческим достоинством практики концессионных компаний и вот посмотрите на это все в объеме ограниченное гражданство система колониальных такс и принудительного труда это все как мне кажется ну вот вот так чуть-чуть самую малость далековато от идеалов цивилизации и равноправие которыми так кичилась республика Алжир был единственной переселенческой колонией Франции имея относительно значительное население европейского происхождения девятьсот сорок тысяч человек на пять миллионов пятьсот тысяч туземцев о переписи тысяча девятьсот тридцать шестого года в том же году количество выходцев из Европы достигало двести десять тысяч в Тунисе двести тысяч в Марокко несколько десятков тысяч в Индокитае несмотря на явное меньшинство европейское население управляло колониями ревниво охраняя свои привилегии учрежденные на местах совещательной и консультативной ассамблеи избирались двумя коллегиями выборщиков от европейцев и от мусульман избирательное право было цезитарным или основным на способностях практиковалось назначение представителей от местного населения но они полностью зависели от европейцев и это тоже была фикция департаменты Алжира были разделены на полноправные и смешанные то есть бесправные они не имели самоуправления в лоне генеральных и муниципальных советов финансовых делегаций туземцы пребывали в меньшинстве конечно в высшем совете Алжира совещательном органе при генерал губернаторе европейцы были представлены шестью десятью чиновниками и сеньорами местные жители семью племенными вождями демократия и равноправие финансовая делегация Алжира предлагавшая генерал губернатору проект бюджета состояла из сорока восьми европейцев и двадцати одного алжирца из которых девять назначались с тридцать шестого года там будет не двадцать один а двадцать четыре алжирца но там откуда то еще трех накопали но это суть особо не изменила ну и то это уже блин почти закат империи алжирские мусульмане не имели своего представителя в парламенте Франции где французские граждане Алжира были представлены депутатом с 1848 года по пятьдесят первый год и вновь с 1871 года жители старых колоний вот все таки вернемся к вот этому вот это Мартини как Ваделупа Квиана Реюньон в том числе освобожденные рабы кстати были признаны французскими гражданами в 1848 году получив право избирать прямым всеобщим голосованием своих представителей в муниципальные и генеральные советы в национальное собрание второй республики однако поголовно неграмотное чернокожее население становилось объектом манипуляции со стороны кандидатов и их сторонников раздававших заранее заполненные бюллетени тогда же право парламентского предстоительства было даровано Сенегальским портам Сен-Луи и Горе избирательному праву предшествовало отмена работорговли и рабство декретированная Наполеоном 27 марта 1815 года отмена работорговли была закреплена ордонансом Людовика 18 в 1817 году однако работорговцы Нанте и Бордо смело забив хер не прекращали свою деятельность до начала 1830-х годов пока их за рога не взяло государство франко-английские конвенции 31-33-х годов о праве визита положили конец этой практике ущернив принцип обоюдной проверки торговых судов и невольничьих рынков в 1849 году негры с перехваченных кораблей основали город Либривиль нынешнюю столицу Габона и название-то какое Либривиль свободный город июльская монархия сторонница постепенного освобождения рабов сделала ряд шагов в этом направлении ордонансом 1836 года раб вступивший на французскую землю Те сюда обретал свободу в 43-м году была объявлена ликвидация рабства на майотте закон мака 45-го года ограничил продолжительность рабочего дня 9 с половинами часами запретил ночную работу и позволил рабам выкупать себя и свою семью кстати после пяти лет оплачиваемой работы насколько оплачиваемой не закреплено ну хотя бы уже такие возможности дали декретом 27 апреля 48-го года вторая республика упразднила рабство 250 тысяч рабов французских колоний получили свободу став бесплатными рабочими убытки понесенные колонистами были возмещены государством в размере вот примерно ну короче 5 миллионов ливров им всем дали они как-то с этим всем разобрались потеря невольников была несколько компенсирована на плантациях массовым завозом плохо оплачиваемой рабочей силы из Азии индийцев и китайцев ну кули еще напомню кули это добровольные батраки если что там и с французов они тоже были всяких бомжей туда ссылали наполеон 3 упразднил политические права старых так называемых колоний и портов которые были восстановлены в 71-м году республиканским правительством но под старыми колониями подразумеваются те о которых я чуть выше сказал те которые с первой империи еще остались мартиник и гваделупа реюньон пять факторей в индии и четыре коммуны сенегала получили право на представительство во французском парламенте всего десять депутатов декретом 72-го года Сен-Луи и Гаре получили статус полноправных коммун в 78-м году Дакар отделился от Гаре в 80-м году статус полноправной коммуны был дарован Рюфиску тем не менее социальные и законодательные барьеры в старых колониях и факторах Франции сохранялись избрание первых в истории чернокожих депутатов вот это да повергло всех в шок избрали гражданина Эже Лежитимюса от Гваделупы не нашел я ни полное его имя ни блин даже фотки ничего не нашел но он чернокожий вроде как говорят да не факт избрали его в 1898 году гражданина Блеза Дианя от Африки четыре коммуны в 1914 году Блез Диань который сохранил свой мандат до 34-го года был заместителем министра колоний в 31-32-х годах Закон 1916 года даровавший французское гражданство всем уроженцам четырех коммун в обмен на обязательную военную службу был принят во многом благодаря его стараниям кстати говоря Возвращаемся на север Африки В теории страна под протекторатом сохраняла автономию во внутренних делах и правящую династию если такова имеется тогда как государство-протектор обеспечивал ее оборону и внешние всякие отношения однако на практике не всегда было возможно провести различия меж колонией и протекторатом потому что блин колониальные власти не соблюдали условия договоров и тут реально какая-нибудь ну тот же Габон например он мог быть гораздо более автономен чем условный Алжир прямая администрация начальствовала в Тунисе Марокко после оставки Леотея в 1926 году Танкине и Аннаме в мандатах Леванта ну там Ливан и Сири в Тунисе Бея оказался в тени генерального резидента а местные элиты в тени французских чиновников численность которых в 1914 году достигла 3800 на 3100 тунисских коллег пока Юбер Джустович противник ассимиляции прямой администрации был генеральным резидентом в Марокко султан и традиционные структуры сохраняли власть но заместившие его проконсулы так называемые привнесли колониальные методы ответом было нарастание оппозиции колонии снабжали метрополию сырьем и служили рынком сбыта таков был колониальный пакт на колонии приходилось 50% сырья импортируемого Франции для нужд промышленности каучук из вот здесь антрацит из Индокитая каменный уголь из Магриба ценные породы древесины из Габона хлопок из Нигера арахис из Сенегала колонии снабжали метрополию продовольствием зерновые цитрусовые из Магриба рис из Индокитая бананы кофе и какао из Центральной Африки соль из Сомали доля империи во французском импорте сельхозпродуктов 18,7% в 1890 году составляла треть в 1929 году 37,5% в период мирового кризиса доля империи в целом во внешней торговле Франции значительно возросла в процентном соотношении достигнув в 1936 году 28,5% импорта и 33% экспорта стабильность этого самого экспорта в колонии железо и стали продуктов перерабатывающей индустрии отчасти компенсировала для французских предприятий закрытие иностранных рынков в 1930 годы цены на каучу гивею сахар олова прочую херню резко упали ввиду нехватки частного инвестирования государственные вливания в колониальные бюджеты составили 200 миллиардов франков в период между 1931 и 39 годами колониальные экспозиции и туземные павильоны всемирных выставок 1889 1900 и 1937 годов в Париже славили Францию как носительницу прогресса и великую державу деревни соломы с африканскими фигурантами повторявшими за белым учителем буквы алфавита представляли собой долбанную шерму за которой скрывались жестокости и насилие чинимое колонизаторами официальный дискурс естественно воспевал цивилизаторские усилия митрополии после первой мировой войны когда франция рекрутировала в колониях более 600 тысяч солдат и 200 тысяч рабочих колонии воспринимались как составная часть французского могущества валоризация империи достигла зенита в 1930 годы валоризация это переценивание с размахом было отпраздновано столетие взятия города Алжир стало обычным участием колональных войск в парадах 14 июля колониальная выставка в париже 31 года прошла с размахом всего ее посетило 8 миллионов посетителей так то журналы конференции радиовещания кино афиши и добавления к ассоциациям и лигам были задействованы в пропаганде колониализма в коллективном сознании сложился образ большой Франции органического продолжение метрополии могущественные соперники подогревали интерес к колониям фашистская италия претендовала на тунис и джибути третий рейх имел виды на марокко и так называемая миттель африка центральную африку но кому не насрать что они там себе хотели занять в контексте торжествующего империализма противники колониализма не имели широкой аудитории левые интеллектуалы и католики социалисты и коммунисты были восприимчивы к разоблачениям колониального деспотизма эл рубо а виолиса а лондра а жида основная часть анти колониальных акций приходилось на французскую компартию действовавшую в орбите коммунистического интернационала и тут коммунисты себя неистовыми сволочами показали ай-яй-яй национальное движение в колониях было стимулировано нищетой и проходило под лозунгами реформы социальной справедливости колониальная молодежь в странах с мусульманским населением требовала гражданство в статусе при сохранении ислама народный фронт породил большие надежды но не оправдал их проект закона Белюмы Виолетта 1936 года о предоставлении избирательного права мусульманам обладателям дипломов был провален отстраненные от управления коренные элиты испытывали фрустрацию в 1930-е годы ужесточились требования националистических партий движений создававшихся там и здесь и в колониях старые партии движения раскололись на умеренных и радикальных были созданы новые партии националисты танкина новый дистур а бургибы в тунисе партия алжирского народа м хаджа они все требовали независимости антиколониальная пропаганда имела следствием репрессии со стороны французских властей запрет партии тюремные заключения и ссылки активистов но все имеет действие заканчиваться и вторая французская колониальная империя к счастью тоже вторая мировая война дала необходимый импульс к крушению колониальной империи после поражения франции по условиям перемирия 22 июня 1940 года с нацистской германией французские колонии остались под властью правительства Виши 18 июня 1940 года в радиовещании из лондона Шарль де Голь призвал нацию продолжать войну используя колониальные территории в качестве базы военных действий Франция не одинока за ней обширная империя летом и осенью 1940 года губернаторы колоняли их владения в океане и Африке и в Индии еще желавшие продолжать борьбу ну или же просто под влиянием военных присоединились к свободной Франции также поступили в океане новые гибриды 20 июля Таити 2 сентября Новая Калейдония 19 сентября вот этот парень чернокожий губернатор Чада Эбуэ начал прогресс присоединения экваториальной Африки прокламацией от 26 августа за ним последовали капитан леклерк в Камеруне и полковник Лармина в Конго-Бразовиле 27 августа губернатор Пу-де-Сенмар в Убанге-Шарье 29 августа понадобилась военная операция для привлечения Габона в ноябре 40-го года он если что просто под шумок хотел отделиться официальное присоединение французских владений в Индии Понде-Шири Карикал Чандер-Нагор Маэ Янаон совершилось 9 сентября по решению губернатора Эл Банвена Попытка английской высадки в Дакаре 23 сентября закончилась полной неудачей и западная Африка осталась под властью Вишистской Франции вы наверное уже поняли но это если что та Франция что была за Гитлера и во главе ее стоял уже известный нам Филипп Этен Имперский совет обороны и продовольственного снабжения войск был создан в Бразовиле 27 октября 40-го года Имперские контингенты составляли две трети наемных сил свободной Франции в том числе 22 тысячи солдат Экваториальной Африки и Камеруна Тихоокеанский батальон 605 волонтеров и до кучи около 700 индийских добровольцев В июне-июле 41-го года англо-голистские подразделения вступили на территорию французских мандатов Сирии и Ливана устранив угрозу германской оккупации региона Голистские это те что за голизм Голизм это ну идея основанная на действиях и идеях Шарля де Голля Под нажимом Британии желавшей консолидировать свое влияние на Ближнем Востоке была провозглашена независимость этих территорий с давних пор подготовлявшиеся ввиду активности в них националистического движения франко-сирийские и франко-ливанские договоры заключенные по Вьену в 1936 году обещали упразднение мандатов но не были ратифицированы тем не менее Шарлен Рич не спешил с действительной передачей власти рассчитывая сопроводить ее договорами с гарантией французских интересов и в Ливанте были оставлены войска свободная а с 42 года сражающаяся франция пресекла сепаратистские поползновения колоний неуместные в военном контексте и формальное провозглашение независимости Сирии и Ливана было исключением их вечное ожидание наконец подошло к концу основная часть французской колониальной империи оставалась до конца 42 года верной в Виши и пребывала вне войны на оставшихся под их управлением территориях вишистское правительство применяло те же законодательные меры что и в митрополии наложив запрет на деятельность представительных учреждений сентябрь сорокого года лишив алжирских евреев французской национальности октябрь сорокого года и изгнав евреев из администрации и из армии и вообще из откуда только возможно в декабре сорок первого года морские силы свободной франции взяли под контроль территорию архипелага Сен-Пьер и Микелон в мае сентябре сорок второго года английские вооруженные силы произвели высадку на Мадагаскаре несмотря на соглашение ИДН от 14 декабря сорок второго года по которому британская империя признала Мадагаскар владением свободной Франции британские войска оккупировали остров до конца сорок шестого года двадцать седьмого ноября и двадцать седьмого декабря сорок второго года Реюньон и французское побережье Сомали были присоединены к свободной Франции после высадки англо-американского корпуса в Алжире девятого ноября сорок второго года Магриб и западная Африка перешли в лагерь союзников в ответ свободная зона Франции а также Тунис подверглись германской оккупации союзнические войска пополнились североафриканскими солдатами которые приняли активное участие в освобождении Туниса ноябрь сорок второго мая сорок третьего годов около двухста тысяч африканцев были задействованы в операциях по освобождению Италии Корсики Прованса в ходе сорок третьих сорок четвертых годов в марте сорок третьего года Гвиана в июле сорок третьего Гваделупа и Мартиниго присоединились к французским освободительным силам к лету сорок третьего года сражающаяся Франция объединила под своей властью всю империю кроме Индокитая который с июля сорокого года был оккупирован японцами при сохранении вишистской администрации адмирала Деку Алжир где заседал французский комитет национального освобождения затем временное правительство играл роль политической столицы до освобождения Парижа 25 августа сорок пятого года знак разрыва с Виши сражающаяся Франция демонстрировала терпимость амнистировав политических заключенных разрешив свободу прессы и деятельность политических партий кроме партии алжирского народа Месали Хаджа однако военное усилие требовало мобилизации колонии на обязательные неоплачиваемые работы которые тяжелым бременем легли на население провоцируя недовольство националистические движения активировались покровительствуемые державами оси и в менее явной форме англичанами и американцами Атлантическая хартия подпитывала националистическую пропаганду учитывая рост национального самосознания в колониях сражающаяся Франция пошла на некоторые уступки конференция в Браззавиле 30 января 8 февраля 44 года декларировала неизбежность радикальных изменений в отношении метрополии с колонизированными народами по завершении войны выработанные ее участниками предложения новой колониальной политики нашли осуществление в последующем законодательстве ордонанс от 7 марта 44 года призволил французское гражданство 65 тысячам алжирским мусульманам с сохранением их персонального статуса однако политика частичных уступок не удовлетворяла националистов манифест партии Истиклаль 11 января 44 года требовал немедленной независимости марокко под властью султана в ответ французские власти прибегли к репрессиям арест редакторов манифеста жестокое подавление восстаний в рабате и фесе в алжире в накаленной атмосфере столкновений сторонников автономии умеренные националисты фиратабаса и независимости экстремисты миссалихаджа силами порядка восстания охватили алжирский департамент константина убийство сотен европейцев в сети фигельма 8 мая 1945 года имело следствием суровые репрессии французских властей несколько тысяч жертв арабского населения тогда же в Беруте и Дамаске прошли бурные манифестации с требованиями отозвания французских военных с территории Ливана и Сирии товарищ Дегуль распорядился об обстреле мятежных городов но английский ультиматум с угрозой военного вмешательства вынудил французов к поспешной эвакуации франк английское соглашение 14 марта 1946 года подтвердило полную и безусловную независимость двух бывших мандатов переворот совершенный японцами в Индокитае 9 марта 1945 года отчасти из опасения восстаний в военных формированиях французов ликвидировал французский протекторат и Индокитайский союз дарованная Вьетнаму Камоджи Лаосу независимость была, однако, фактически теоретической ибо контролировалось это все японским оккупантом при известии о японской капитуляции 15 августа националистическое движение Вьетминь объявив себя армией освобождения под лозунгами долой японцев и французов вынудило императора по имени Байдай отречься от престола 25 августа 2 сентября 1945 года в городе Ханое лидер патриотического движения с совершенно ничем не примечательным именем Хо Ши Мин провозгласил независимое государство демократическая республика Вьетнам и хотя в сентябре Франция с английской помощью вернула себе Сайгон присутствие вооруженных соединений экспедиционного корпуса генерала Леклерка в Кахинхине спровоцировала герилью герилья напоминаю партизанская война Эти события вкупе с изгнанием французов из Леванта нанесли серьезный удар как по колониальному режиму гальванизировав сепаратистские устремления в различных частях империи так и по международному авторитету Франции Французские правящие овалы потому что после второй мировой кругов там не осталось вынуждены были искать новые формы управления колониями руководствуясь постановлениями Брозовильской конференции принимая во внимание традиционную враждебность США колониализму экспансионные принципы ООН и Лиги Арабских государств Закон Сизер 19 марта 1946 года присвоил статус заморского департамента четырем старым колониям Мартинике Гваделупе Гвяне и Реюньону Закон от 11 апреля 1946 года наложил запрет на всякую форму насильственного труда по закону Ламинге 7 мая 1946 года французское гражданство присваивалось всем вооруженцам заморских территорий что окончательно ликвидировало вот этот вот самый туземный кодекс а еще гарантию основных свобод потому что зачем тебе основные свободы если ты и так как бы полностью свободен первый проект конституции разработанный учредительным собранием имевшим широкое туземное представительство более десяти процентов от общего числа депутатов был отклонен референдумом 5 мая 1946 года почему ну че то кому то не понравилось там вот и все второй проект разработанный новым учредительным собранием с участием туземных этих самых депутатов как и первый содержал положение о французском союзе долженствовавшим собою заменить французскую колониальную империю однако диспозиции федералистского характера которые пытались провести туземные депутаты Леопольд Сенгер и Феррата Бас не прошли пресеченные правительством Жорджа Агюстена Бидо новая конституция была одобрена с небольшим перевесом голосов референдумом 13 октября 1946 года в преамбуле конституции значилось что Франция образует вместе с заморскими народами союз основанный на равенстве прав и обязанностей без расовых и религиозных различий принципы изложенные в преамбуле свидетельствовали о желании заменить колониальный пакт системой добровольной ассоциации народах в рамках союза включавшего заморские департаменты ну и присоединившихся там государств еще раздел восьмой конституции статьи с 60 по 82 определяли состав организацию и функционирование французского союза на базе министерства колоний были созданы министерства яла по делам заморским и по делам просоединившихся государствい ассамблея французского союза была консультативным органом согласитесь орган состоял наполовину из Tallade thirds подавшихся государств� ос gab с проблемным президентом пог broaden 升 принуд прай nhưng А вот, собственно, три составные части Французского Союза. Первое. Заморские департаменты, что имели те же органы местной власти, что и в митрополии. Три департамента Алжира, старые колонии, а именно Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Реюньон. Два. Заморские территории, что имели местные выборные органы. Территориальные ассамблеи с ограниченными правами. Французская Западная Африка. Это Сенегал, Мавритания, Французский Судан, Гвинея, Берег Солоновой Кости, Верхняя Вольта, Дагомия, Нигер. Французская Экваториальная Африка. Это Габон, Средний Конго, Убанги Шари, Чад. А также Мадагаскар, Французская Сомали, Новая Каледония, Каморские острова, Французская Полинезия, острова Сен-Пьер-Микелон и французские владения в Индии. Три присоединившиеся территории, а именно Тога и Камерун. И присоединившиеся государствия, в числе которых изначально предполагались Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Марокко, Тунис, англо-французский кендоминиум, новые гибриды. Кендоминиум это, если что, совместные владения. Протекторат Марокко и протекторат Тунис отклонили в 1946 году предложение Метрополии присоединиться к Французскому Союзу. Предназначенные для их делегатов места в Ассамблее Союза так и остались никем не занятыми. Денатурация протекторатов, выражавшаяся в подмене местных государственных структур прямой администрации из Метрополии, служила источником, подпитывавшим национализм в Тунисе и Марокко. В конце Второй мировой войны в обоих протекторатах наблюдалась интенсификация националистического движения под руководством двух крупных партий, Нео-де-Стур в Тунисе и Истиклаль в Марокко. В речи, произнесенной в Танжере 10 апреля 1947 года, султан Марокко Сидим Мухаммед бен Юсуф провозгласил себя «лидером марокканского национализма». Отказавшись от радикальных формулировок довоенного времени, лидер тунисского Нео-де-Стура Хабиб Бургиба предпочел в 1948 году умеренные позиции в рамках франко-тунисских переговоров. Принятые реформы, казалось, открыли дорогу к внутренней автономии Туниса в 50-м году, но протест колониального лобби заставил французские власти пойти на попятную. Правительственная декларация 1951 года отвергла всякую перспективу независимости, утвердив принцип обязательного участия французов во всех учреждениях тунисского протектората. Однако нововодный принцип двойного суверенитета «ко-со-у-вери-е-не-те» и вот французская вот эта тут херня, не удовлетворял националистов Туниса, как, впрочем, и националистов Марокко, где султан выразил желание установить конституционную монархию, в которой не было места для другого суверена, кроме него самого. Следствием незговорчивости французских властей стали франко-тунисские и франко-марокканские кризисы, чисто случайно совпавшие во времени. Апогей франко-тунисского кризиса пришелся на 52-54 года. Насильственное низложение султана почти что в могилу в 53-м году вызвало протестную реакцию марокканцев и повергло страну в ситуацию хронического терроризма. Визит председателя совета Пьера Мендеса Франца в Тунис 31 июля 54-го года стал поворотным моментом в его истории. Обещанная им Тунису внутренняя автономия после серии переговоров была установлена соглашениями 3 июня 55-го года, упразднившими конвенцию Ла Марса и ратифицированными без труда всякого парламентом. Просто взяли и сделали. Наконец-то! Взрыв насилия произошел 20 августа 55-го года, в годовщину низложения Мухаммеда бен Юсуфа, жертвами которого стала часть французского населения в Кенифра и Уэдзем. Это все вынудило правительство Эдгара Фора к уступкам марокканским националистам, потому что уже, блин, начали просто французов вырезать. Соглашение Лассель-Синклу 6 ноября 55-го года с участием марокканского султана, возвращенного из ссылки в Мадагаскар, возвели в принцип марокканскую независимость. Возвращение султанов Рабат и дальнейшие переговоры с правительством Ги Аль-Си де Малле имели следственное соглашение от 2 марта 56-го года о признании независимости Марокко. Взаимное влияние протекторатов неминуемо влегло за собой признание независимости Туниса, которое последовало 20 марта 56-го года с упразднением договора Бордо. И еще различные договоры о кооперации были подписаны Францией с Марокко и Тунисом в 57-м и 58-м годах, в том числе об эвакуации французских войск. Сохраненная французами база в Безерте, это вот тут вот, в Тунисе, была эвакуирована в 63-м году. Переносимся подальше. Соглашение Хо Ши Мин Сентени от 6 марта 46-го года, казалось, положило дорогу к дальнейшим переговорам. Постановив признание Франции и Демократической Республики Вьетнам в качестве свободного государства, члена Индокитайской Федерации и Французского Союза. Но разногласия в интерпретации термина «свободное государство», который для непримиримых колонистов из высшей администрации и военного руководства, как адмирала, например, Д'Аржан-Лье и генерала Валюи, означал не более чем автономию. И стремление этих последних воспрепятствовать объединению Вьетнама. Это все, короче, привело к краху последующих переговоров. Бомбардировка порта Хайфонг 24 ноября и вооруженные вторжения французов в Ханой 19 декабря 1946 года стали началом Франко-Вьетнамской войны, первой колониальной войны, выпавшей на долю Четвертой Республики. Несмотря на превосходство в численности и вооружении, партизанский непредсказуемый ее характер действовал изматывающе на французские силы. В политическом плане возобладало решение реставрировать императорскую власть Бао-Дая во главе независимого и объединенного государства Вьетнам, присоединенного ко Франции в рамках Французского Союза. Соглашение Алгонской бухты 6 декабря 1947 года и 5 июня 1948 года, подтвержденные обменом письмами между Бао-Даем и президентом Венценом Жулем Орлеолем. Орлеоль, мать его. В 1949 году была провозглашена формальная независимость королевства Лоос и королевства Камбоджа, принявших статус присоединившихся государств Французского Союза. Введение войны и дипломатическое предстоительство Вьетнама остались тем не менее в ведении Франции, как и экономика. Дарованная Вьетнамской Республике независимость носила фиктивный, вынужденный характер. Франции важно было избежать обвинений в повторной колонизации со стороны своего американского союзника, в помощи которого она нуждалась для введения войны во Вьетнаме. Тем сильнее, что провозглашение Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года осложнило конфликт, придав ему международный характер. Ведь изначально позиционирование себя как националистическое движение Вьетминь в силу активной китайской помощи, которая изменила его в пользу соотношения сил и позволила перейти к наступательным операциям, приобрел, ну, вот такой вот легкий коммунистический оттенок. Что не может не радовать? Колониальная война, которую изначально вела Франция во Вьетнаме, приобрела конфигурацию еще одного фронта борьбы меж коммунистическими режимами и свободным миром в Азиатском регионе. Вдобавок к войне в Корее 50-х и 54-х годов. Соответственно, изменилась и позиция Соединительных Штатов. Безучастие сменилось бесплатной типа помощи вооружениям, особенно значительной с 52-го года, но, естественно, не бескорыстной, и учреждением проамериканской клиентуры в Лаосе и Камбодже. Все более неповликальная во Франции война во Вьетнаме, отмеченная в 50-х-51-х годах эвакуацией французских гарнизонов на китайской границе, совершилась сокрушительным поражением и капитуляцией французской военной базы Дьень-Бень-Фу 7-го мая 54-го года, после двух месяцев отчаянных боев. Американская помощь с воздуха, на которую рассчитывал французское руководство, так и не была оказана. Женевская конвенция, созданная по инициативе четырех великих держав, с участием в том числе уже Красного Китая, Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, чтобы положить конец войне в Индокитае, пришла к соглашению 21 июля 54-го года. Военная конвенция с Вьетминем предусматривала прекращение огня, эвакуацию войск, обмен пленными, а также разделение территорий по 17-й параллели, которая изначально предполагалась временным. Демократическая республика Вьетнам на севере, королевство Бао-Дайя на юге. В окончательной декларации было заявлено об уважении, суверенитете и независимости трех государств Индокитая, ранее дарованных Францией. Вьетнам, как и Камбоджийское королевство, вышли из Французского союза в 54-м году, а королевство Лаоса стояло членом союза в статусе присоединившегося государства до конца Четвертой республики аж. Индокитайская война тяжелым временем легла на французскую экономику, несмотря на частичное ее финансирование америкосами. Человеческие потери были великими с обеих сторон. По официальным французским источникам, потери Французского союза достигли 92 тысяч человек. Из них 20 тысяч французов, 11 тысяч легионеров, 15 тысяч африканцев и 46 тысяч вьетнамцев. А общие потери вьетнамского населения исчислялись 400-500 тысячами. И это было лишь началом вьетнамской драмы, ввиду нарастающего противостояния коммунистического севера и антикоммунистического юга. США, сменившие французов во вьюжном Вьетнаме и заинтересованные в сдерживании коммунистической угрозы, все более вливалось в этот конфликт. Да так вливалось, что это все вылилось во вьетнамскую войну 64-75-х годов. В общем, поражение Франции в индо-китайской войне дало решительный импульс деколонизации. Внезапная независимость Британской Индии в 47-м году поставила под вопрос существования французских факториев и анклавов в непосредственном соседстве с территорией Индийского Союза. Индийская партия Конгресса требовала немедленного освобождения Индии колонизаторами. Не оспаривая необходимость отказа от своих владений, французское правительство выразило желание урегулировать эту проблему путем прямых переговоров с Нью-Дели. А еще, естественно, с учетом народного волеизлияния. В доказательство своей доброй воли в октябре 47-го года французские власти передали Индии 12 территориальных анклавов площадью 4 километра квадратных, да, с населением около 2000 человек. Этот трансфер должен был стать первым шагом к переговорам, которые, тем не менее, заставили себя подождать. Несмотря на то, что Франция не могла рассчитывать на сохранение за собой владений в Индии, Парижский договор 1814 года запрещал ей применение вооруженной силы для их защиты. Министры, ответственные за заморские территории и иностранные дела, питали некоторые иллюзии насчет возможности сохранения их в статусе автономии в составе Французского Союза. Переговоры все откладывались и становилось, ну, вообще плохо везде. В Чандерногоре вспыхнули бунты в 48-м году, и местная ассамблея высказалась за немедленное присоединение к штату Бенгалия в составе Индийского Союза. Референдум 49-го года продемонстрировал нежелание жителей Чандерногора оставаться во Французском Союзе. 2 мая 50-го года состоялась передача его индийским властям. За ней последовал договор о трансферте до Юре 2 февраля 51-го года. Трансфер, кто не понял, это передача чего-либо официально кому-либо. Чаще это всего с юридическими бумагами такое определение используют, но в данном случае тоже можно вполне использовать такое определение. Ну и в общем-то, трансфер Чандерногора, удаленного от остальных факторий, по словам министра иностранных дел Мориса Шумена, не должен был стать расценен ни в коей мере, как прецедент для четырех южных факторий. Разрыв в 49-м году индийской стороной Таможенного Союза с Францией обострил отношения между двумя странами, создав условия для контрабанды во французские владения. И в итоге был принят самый правильный ход. Индийское правительство ответило экономической блокадой. В 1952 году позиция Индии еще более ужесточилась по этому поводу. 24 октября правительство Джавахар Ла Ланеру официально деанонсировало договор, заключенный в июне 48-го года о референдумах, поразгласив, что будут вести переговоры лишь на основе прямого трансферта французских владений Индии. Заявления сопровождались усилением экономической блокады. И так представлявшие собой незначительный экономический интерес, фактории стали тяжелой обузой для Франции, вынуждены снабжать их продовольствием и покрывать дефицит местного бюджета. В общем, колонии стали не приносить доход, а нести убытки. Вспоминаем, а если что-то в бизнесе несет убытки, вы это либо ликвидируете, либо продаете. Созванные 18 марта 54-го года муниципальные советы в территории Пон-де-Шерии ватировали решение, ну короче, чтобы Франция просто передала управление вот этим вот всем в Индийскому Союзу и без всяких там референдумов, потому что, ну, ответ все равно будет, они захотят присоединиться. Переговоры начались в Париже 14 мая 54-го года и проходили параллельно с Женевской конференцией, но колониальная администрация, цеплявшаяся за референдум, тормозила их ход. А то ведь деньги прекратят давать. Переговоры были прерваны, но в силу обострения ситуации на местах 6 июля правительство Мендес-Франца приняло решение о быстром трансферте суверенитета при наличии культурных и экономических гарантий. Конец войны в Индокитае и потеря стратегического интереса к восточному побережью Индостанского полуострова облегчили переговоры, которые возобновились в Нью-Дели 24 августа. Ну, короче, в итоге французские фактории были присоединены к Индии де-факто 1 ноября 54-го года, а де-юре 28 мая 56-го года. А теперь обратно в Алжир перемещаемся. Но не до конца, смотрите. В тот день, когда вот здесь вот происходили всякие референдумы в Пандишири там и так далее, в Алжире подсчитывали убитых и раненых, а также материальные убытки, произведенные серией покушений, организованных в ночь на 1 ноября 54-го года. Организованное-то все было фронтом национального освобождения. Вышедшее из лона партии алжирского народа и движение за триумф демократических свобод, фронт объединил экстремистские силы, которые, будучи в оппозиции к безраздельному лидерству Миссалихаджа, агитировали за то, чтобы без промедления вступить в вооруженную борьбу за независимость. Тому причиной была неуступчивость колониальных властей. Органический статус в 47-м году принятый, несмотря на единодушный протест мусульманских депутатов, учредив алжирскую ассамблею, сохранил принцип двойной коллегии выборщиков. Мусульманское население, 8,5 миллионов человек в 54-м году, лишенное таким образом представительства пропорционального своей численности, испытывало фрустрацию, которая усугублялась систематической фальсификацией выборов. Фрустрация — это когда желания не совпадают с возможностями. Демократический союз Алжирского манифеста терял кредит доверия среди населения в пользу интегрального национализма. Несмотря на выраженность этой тенденции, события 1 ноября вызвали растерянность в Париже. Последовало назначение нового генерал-губернатора, Жака Сустеля, разрабатывавшего план реформ. Но диалог оказался невозможным. Тут хоть Сустеля, хоть не Сустеля, кого угодно ставь, они разговаривать с вами не будут, они уже поняли, к чему вы все это приведете. Они хотят независимости. Пресня европейцев в Константине, 20 августа 1955 года, это город такой, вызвала ответную реакцию французских военных, жертвами которой стали тысячи мусульман. И имела следствием рост взаимной враждебности, двух сообществ и начало кирильи. Программа социалиста Гимале, возглавлявшего правительство в начале 1956 года, заключала в себе намерение положить конец алжирской войне. Однако протест французов-алжира против назначения либерального генерала Катру, министром-резидентом, вынудил Мале немедленно развернуть свои планы в обратную сторону. Новый министр-резидент, Жак Рене Лакост, наделенный специальными полномочиями, ватированными национальным собранием 12 марта 1956 года, дополнительный континент войск и вооружения, отправленный в Алжир, знаменовали собой переориентацию правительства Мале на тотальную войну. Захват самолета с лидерами мятежников и французское участие в суэцкой операции против Носера, оказывавшего поддержку алжирскому восстанию, блокировали диалог. В то время как армия национального освобождения оперировала засадами, а фронт национального освобождения вербовал в свои ряды различные составляющие алжирского населения. И битва за город Алжира была выиграна французами в январе 57-го года. Страхом репрессий французским войскам удалось искоренить городской терроризм и урегулировать ситуацию сельской местности благодаря установлению контроля на границах с Марокко и Тунисом, отрезав от басоснабжения алжирцев. Но ситуация оставалась малоразрешенной. И то это не очень правильное слово, скорее, ну блин, просто неразрешенной. Всякие попытки реформ коммунальных и аграрных не давали вообще никакого эффекта. Насилие и пытки, которыми сопровождалась война в Алжире, вызвали протесты в метрополии уже в самой. Хотя многочисленны были и те, кто отстаивал идею французского Алжира. Международное сообщество в лице ООН, обеспокоенное развитием событий, ополчилось против французского колониализма. Особенно после трагической бомбардировки тунисской деревни Сакьет. 8 февраля 1958 года. Выраженное представителем совета Пьером Флемленом намерение вступить в переговоры вызвало массовые манифестации протеста и формирование комитетов общественного спасения среди алжирских французов. 13 мая. На волне кризиса вот этот вот парень, Шарль Деголь, популярный в армии и отчасти в обществе оппозиционер, вылез из своей деревни, в которую он успешно переселился после Второй мировой и был призван в июне 58-го года президентом республики Ренакати, чтобы сформировать правительство и после одобрения референдумом Конституции Пятой Республики это сентябрь 58-го года поручил армии одержать военную победу в Алжире. Активизация военных операций, предусмотренных планом Шарль, позволила французам в период с 59-го по 60-й год значительно ослабить алжирцев. Несмотря на это, сформированное мятежниками временное правительство отклонило предложенный Шарлем Анричием почетный мир. Франция, между тем, разработала обширный план индустриализации Алжира и уравняла мусульман в гражданских правах с алжирскими французами. Да, сентябрьская речь Шарля Анричи, в которой было заявлено о признании за алжирским населением право на самоопределение, знаменовала собой поворот во французской политике в пользу алжирского Алжира. Это все было одобрено референдумом 8 января 61-го года. Апрельский путь в том же году, организованный офицерами французской армии, желавшими развить военный успех для сохранения Алжира со Францией, провалился. В то время как ОАС, секретная военная организация, сформированная из недовольных офицеров и крайне правых активистов, практиковала террор и политику выжженной земли. Переговоры французского правительства с Национальным фронтом, начатые в мае 61-го года, привели к подписанию авианских соглашений 18 марта 62-го года о прекращении огня и самоопределении Алжира путем референдума. Независимость Алжира, за которую проголосовало подавляющее большинство алжирцев, аж 91%, 1 июля 62-го года была признана Францией 3 июля. По официальным подсчетам, в Алжирской войне в ходе боевых операций пало около 130 тысяч бойцов Народного фронта и 15,5 тысяч воинов французской армии. Потери среди алжирского населения составили ну где-то между 300 тысячами и 400 тысячами разлетик, а среди европейского 6 тысяч. Несмотря на Венские соглашения, эскалация насилия не утихла в Алжире ни на йоту и после обретения независимости. 5 июля 62-го года в городе Аран сотни европейцев были убиты, ну или похищены, а потом убиты. За что? За то, что они европейцы. Сотни тысяч французов, так называемых черноногих, покинули тогда Алжир, пополнив массовый исход европейского населения, начатый весной 62-го года. Ну, было их там примерно 800 тысяч. Экзекуции мусульман или же харкис, служивших во французской армии, приобрели невиданный размах, приняв форму сведения счетов. Между 15 тысячами и 30 тысячами харкисов и около трех тысяч европейцев лишились жизни в годы, последовавшие за обретением независимости. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, Франция вывела свои войска в 64-м году, эвакуировала военные базы в Сахаре и военно-морскую базу в Мерсель-Кибири. Соответственно, это было в 67-х и 68-х годах, ненавижу цифры, сука. Экономические активы крупных французских компаний в Алжире по букве Эбианских соглашений этих самых, помним их, остались в их руках, хотя имущество колонистов было все-таки национализировано. Получение Алжиром независимости фактически завершило процесс распада французской колониальной империи. Французские владения Черной Африки и Мадагаскар обрели независимость двумя годами ранее, в 60-м году, он даже так и именуется, Год Африки. Несмотря на старания французского правительства найти приемлемый компромисс, ничего у них не получилось, как обычно. В целом, националистическое движение в этих владениях Франции было менее активным, чем в Магрибе или в Азии. Тем не менее, Мальгашское восстание 47-го года, сопровождавшееся резню европейцев проходило под лозунгами независимости. Отвоевание в оставших зон продолжалось до конца 48-го года и сопровождалось репрессиями. Камерун, например, член Французского Союза и еще под опекой ООН, к тому же, с 55-го по 59-й год пребывал во власти партизанской войны, в основе которой было противостояние колониально-администрации колонистов, с одной стороны, и союза камерунских народов, требовавшего немедленной независимости и воссоединения. Что за воссоединение? А что бы им передали британский камерун? Вот эту вот часть. Африканское демократическое объединение, созванное на конгрессе в городе Бамака в 46-м году, город, кстати, прикольно переводится, бегемот, название его, оперировало антиколониальными тезисами, но не сепаратистскими, антиколониальными, это разные вещи, позволило французской администрации сосредоточиться на индустриализации и развитии инфраструктур, а также образование в Западной и Экваториальной Африке. Да, прикиньте, они таким занимались. Критика колониального бремени в метрополии, обвинения французского руководства в неоколониалистских методах эксплуатации, звучавшие в африканских владениях, как и переход ко власти реперальных министров правительства Малэ, способствовали разблокированию ситуации. Рамочный закон Гастона Деффера, принятый 23 июня 56-го года, реформировал управление французскими владениями в Африке было введено всеобщее избирательное право и единственная коллегия выборщиков, а еще расширены права территориальных ассамблей. Однако, последующими декретами французское правительство практически свело на нет автономию всех владений в Африке, настояв на интеграции заморских территорий в общий рынок в 57-м году. Правительство Малэ предполагало закрепить их за Францией. Конституция Пятой Республики одобрена референдумом 18 сентября 58-го года как в метрополии, территориях, но кроме Гвинеи, упразднило Французский Союз, на смену которому пришло сообщество по образу британского. Ну там, Британское Содружество Нации, если что, про это я буду подробнее говорить в Долгохисторе про Британию. Но я не уверен, что это в принципе возможно, что она выйдет. Вряд ли. Государства, члены сообщества получили право на свободное и демократическое управление своими делами. Однако, такие важные области государственного управления как внешняя политика, оборона, денежная система, юстиция, транспорт и связь еще остались в руках метрополии. То есть, вы независимы, но зависимы. В состав сообщества вошли Французская Республика, 10 африканских государств тире автономных республик, Сенегал, Мавритания, берег Солоной Кости, Судан, ну, французский Судан, Дагомея, Верхняя Вольта, Нигер, Чад, Центральная Африканская Республика, она же у Банги Шари, Средний Конго и Мадагаскар еще, он же Мальгашская Республика. Народ Гвинеи внезапно проголосовал НЕТ в ходе референдума 58-го года, следствием чего стало признание к его независимости по букве Конституции. Она предусматривала право на выход из состава сообщества в случае отрицательного голосования на референдуме или требования о выходе. И прикиньте, Гвинея стала первым независимым государством среди владений Франции в тропической Африке. Федеральное по природе сообщество возглавлялось президентом Французской Республики. Ну, вы его уже знаете, это Шарль Андреевич. Он был избран 21 декабря 58-го года. Требование независимости без разрыва сообществом, что уже странно звучит, сформулированное в 59-м году недавно основанной Федерацией Мали, он же есть Сенегал и Судан, а еще Мадагаскаром было удовлетворено посредством дополнения, внесенного во французскую Конституцию 4-го июня 60-го года. Французское правительство как могло старалось приспособиться к изменившимся условиям, введя понятие обновленного сообщества. Федерация Мали и государство Мадагаскар обрели независимость, но в составе сообщества. 20-го и 26-го июня 60-го года соответственно. Бывшие германские колонии Тога и Камерун, не входившие в сообщество, обрели независимость вскоре после того, как в конце 58-го года над ними была снята опека ООН. А независимость Камеруна была провозглашена 1-го января 60-го года, а в следующем году состоялось его воссоединение с английской его частью, входившей в состав колонии Нигерия. 27-го апреля 60-го года была провозглашена независимость вот этой вот кишки. Ну, того, этого, Тога, во. Абодрённые вышеупомянутыми примерами государство сообщества выразили желание обменять автономию на независимость. Понимая, что процесс необратим, Шарль Анриич не чинил ему препятствий. Переговоры о трансферте, компетенции и кооперации закончились в августе 60-го года признанием независимости 8-ми африканских республик, а именно Дагомея, Нигер, Верхняя Вольта, Котеда Ивуар, Чад, Центрально-Африканская Республика, Конго и Габон, а в ноябре 60-го года Мавритании. Соглашение о кооперации связывали отныне с Францией 14 эмансипированных государств Французской Африки и Мадагаскар. Кроме Гвинеи, не будучи упразднену формально, сообщество более никаким образом не функционировало. Министерство кооперации, созданное в 61-м году, означало конец колониализма, однако Франция захоронила за собой некоторые территории, часть которых эмансипировалась позже других. И отчасти поныне, кстати, являются французскими владениями. Это нынешняя карта Франции, если что. Но референдум, организованный Францией на Каморском архипелаге, это декабрь 74-го года, имел результатом образование суверенной Республики Каморских островов в 75-м году. И только остров Майотта, где 64% жителей отвергли независимость, осталось заморской территорией. После мартовского референдума 2009-го года, между прочим, остров Майотта обрел статус заморского департамента Франции. Но уже 31 января 2011-го года французский берег Сомали, называемый еще засовом Красного моря, остался заморской территорией и после обретения африканскими владениями Франции независимости. Отчасти вследствие напряженности в отношениях между племенами Афар и Исса. После референдума 1966-го года, страна стала называться территорией Афар и Исса. Ее статус, как и других заморских территорий, эволюционировал в сторону большей автономии. Независимость территории Афар и Исса, этой самой, вот, так ее и называть, видимо, надо, переговоры, которые были начаты Франции под давлением ООН, была закреплена референдумом 8 мая 1977-го года и вступила в силу 22-го июня. Новое государство стало называться Республика Джебути. Больше всех независимость обрел франко-британский ганоминиум новой гибриды. 30-го июля 80-го года новое государство получило название Республика Вануату, ну или, как я ее неверно всегда называл, Вануутау. От некогда обширной колониальной империи Франции остались следующие территории со статусом заморских департаментов Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Реюндион острова Сен-Пире-Микелон с июля 76-го года. Майота из группы Каморских островов с января 2011-го года со статусом заморских территорий Новая Каледония, Французская Полинезия, Марки... Ну, короче, вот Французская Полинезия это вот это вот все. Они там называются то ли Маркизские острова, там еще Таити есть, ну, короче, бесполезная херня. Ядерный полигон, если что. А еще остров, ну, два острова Уоллес и Футуна. Тоже абсолютно бесполезная территория. Статус заморских территорий имеют также французские земли Австралии и Антарктиды. Вопрос соотношения стоимости колониальных владений и прибылей, извлеченные из них французским государством, иначе говоря, их рентабельности, дебатируются поныне. Очень часто поднимается вопрос, заложили ли колонии Франции основу экономического просветания этой самой Франции, или же прибыли, извлекаемые из эксплуатации колоний, не покрывали государственных трат на их администрирование и освоение от слова совсем. Доля колоний в импорте сырьевых ресурсов оставалась весьма незначительной, несмотря на миллиарды франков, инвестированные в их развитие. Только поставки фосфата в дерево и каучука в итоге приобрели размах вкупе с сельскохозяйственной продукцией. Ну, там, арахис, какао, кофе, рис, тростниковый сахар и вина. Вывод таков. Колонии не были рентабельны для страны в целом. Но концессионные общества, частные лица и банки извлекали немалые для себя прибыли и обогатились на колониальной эксплуатации. И надо немножечко вернуться назад. В самое начало. Франция стартовала позже всех и занимала территории, которые были никем не заняты. То есть территории, на которые остальные страны даже не посмотрели. То есть Франция досталась роль такого, ну, падальщика, который да даже после падальщика, который вот есть труп, вот с него уже все мясо съели, а вот Франции остались только кости. Вот примерно так и выглядела французская колониальная империя. Ну, допустим, это условный труп слона. Из слоновой кости можно много чего сделать. И этим занимались не само французское государство этим занималось, а частные лица на местах. Поэтому они извлекли большие прибыли, а Франции остались лишь, ну, чуть-чуть. Наследие колониальной эпохи в современной Франции выражается, ну, по-разному. Можно говорить о системе неоколониализма, которая установилась в отношениях Франции с бывшими африканскими владениями, и которая зиждется на компромиссе. Правя с опорой на поддержку Франции, лидеры африканских государств относятся положительно сохранению французского влияния в экономике, обеспечивая немалые прибыли французским монополиям. И они делают все, чтобы это продолжалось и далее. Роль арбитра в разрешении внутренних конфликтов и военные базы Франции в Африке делают ее стратегическое присутствие ощутимым в этой зоне. И хотя в настоящее время заметно некоторое развитие в отношениях Франции с бывшими африканскими владениями, вследствие конкуренции Китая и США, французское присутствие остается в бывших колониях доминирующим. Французское влияние в остальных регионах носит преимущественно культурный характер, осуществляемый в рамках франкофонии союза франкоязычных стран, что является прекрасным стимулом для развития экономических и внешнеполитических связей. Другим наследием колониальной эпохи является массовое присутствие выходцев из бывших колоний на французской земле, в основном алжирцев, марокканцев и эмигрантов из Черной Африки, будь то Мали, Сенегал Нигер, называемые колонизацией наоборот. Ну и да, реально, если вы будете в Париже, если вы посмотрите в Париже на население, которое там находится, короче, я скажу, как сказал академик Константин Сергеевич, если ты хочешь увидеть белого человека в Париже, посмотри в зеркало. В общем, как-то так. Огромной вам удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok